Продолжение следует... С недавних пор к ним добавились проблемы сперва национальные, а потом и религиозные. Как водится, граждане родной страны в ситуации разбираются неважно. С целью прояснить отдельные аспекты непростой ситуации у нас в гостях Роман Анатольевич Силантьев, русский ученый, кандидат исторических наук и сломовед. Говорить мы сегодня будем, как нетрудно догадаться, про ислам. Роман Анатольевич, народ интересуется различными аспектами ислама. Местность у нас православная, христианская. С исламом многие не знакомы даже понаслышке. Однако, в последнее время сталкиваются с ним все чаще. У людей закономерно возникают различные вопросы. Не могли бы вы, хотя бы в общих чертах, обрисовать нам, что представляет из себя ислам в целом? Ну, конечно, по мере своих скромных возможностей я постараюсь это сделать. Но сразу хочу оговориться, что ислам это религия отнюдь не примитивная. И за одну лекцию, в общем-то, что-то подробно рассказать невозможно. Люди годами учатся исламу. Многие учатся всю жизнь. И только тогда достигают определенного уровня. Но, тем не менее, целый ряд мифов и легенд, которые связаны с исламом, хотелось бы рассмотреть и по возможности опровергнуть. Потому что важно понять, как сами мусульмане оценивают те или иные вещи, как сами они себя идентифицируют и как они видят свою роль в этом мире. Ну, например, часто говорится, что ислам это самая молодая из мировых религий. Но мусульмане с этим не согласятся. Они считают, что ислам это изначальная монотеистическая религия, которая была Богом дарована Адаму и Еве, претерпевала многие искажения за это время. И порог Мухаммед просто внес последнюю корректировку в эту религию монотеистическую. И до конца света она должна оставаться в неповрежденном виде. То есть в том виде, в котором она осталась с его приходом. Кроме того, мусульмане по целому ряду вещей мыслят несколько иначе, чем христиане и тем более буддисты. С одной стороны, ислам кажется религией хорошо известной. Многие мусульман знают лично. Но с другой стороны, многие ложные сведения и ложные впечатления от ислама можно часто встретить. К сожалению, неизвестно, сколько точно в мире проживает мусульман. Скажу больше, даже неизвестно, сколько проживает мусульман в России. Хотя, казалось бы, такие очевидные данные должны быть общеизвестными. Но часто они в пропагандистских целях используются. Поэтому мусульман в мире от 1 миллиарда 100 миллионов до 1,5 миллиарда. Последняя цифра, конечно, в действительности вряд ли соответствует. То же самое и в России. Часто говорят о 20 миллионах мусульман в России. Но по опросам их не более 7, а реально по разного рода совокупности источников около 10 миллионов. Надо сказать, что в исламе, в отличие от христианства, нет понятия ереси в христианском понимании. Нет столь выстроенной иерархии духовенства. Поэтому, если, например, глава римско-католической церкви Папа Римский высказывает какую-то точку зрения, эта точка зрения для всего миллиарда католиков становится обязательной. И любой из опрошенных вами католиков это подтвердит. Поскольку Папа Римский имеет право от имени всех католиков какое-то мнение высказывать. Также вот предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский в Сея Руси, может высказывать точку зрения православных людей, членов Русской Православной Церкви. И эта точка зрения никем опровергаться не будет. В исламе нет людей, которые могли бы говорить от имени всех мусульман или хотя бы значительно их честь. То есть каждый мусульманский лидер, а в первую очередь авторитетом в исламе пользуются люди не высоких духовных званий, а высокого образования. То есть в исламе есть культ учености. И чем больше знает человек, тем более он авторитетен и как богослов, и как духовный лидер. Но таких людей довольно много, и ни один из них не высказывает мнение даже 5% всех мусульман. То же самое касается некоторых базовых вопросов, когда говорят, например, ислам считает то-то или ислам то-то не считает. Существует ошибочное мнение, что ислам это некая монолитная сила, это некое единое целое. Все мусульмане солидарны, если не во всех, то во всяком случае в большинстве вопросов. В действительности это не соответствует. Исламский мир, видимо, един, но на самом деле разделен на очень много направлений, течений, движений. Это не ограничивается только делением на суннитов и шиитов. В исламе тысячи направлений существуют. Их, конечно, меньше, чем в православе, чем в христианстве или в буддизме, но тем не менее их довольно много. И поэтому по целому ряду базовых вопросов, например, допустима ли музыка, можно ли слушать музыку или музыку писать у разных мусульманских богослов, могут быть диаметрально противоположные точки зрения. Поэтому, когда вы ведете диалог с мусульманами, надо для начала выяснить, во что конкретно они верят, кто у них наиболее авторитетный богослов и с какого понимания ислама придерживаются они сами. Это одно из главных отличий, например, от христианства, ислама. К вопросу О. Сунниты и шииты. Кто они такие и какая между ними разница? Ислам делится на три основных направления. Из них более известны два. Это сунниты и шииты. Есть также хариджиты, более мелкая ветвь. Сейчас последователи этого течения называются ибадитами, доминируют только в государстве Амман на Аравийском полуострове. Их пренебрежительно мало соотносительно численности шиитов и суннитов. В остальном же около 90% мусульман являются суннитами, около 10% шиитами. Но опять-таки существует мнение, которое и в советских учебниках советского периода приводилось, что сунниты более ортодоксальные мусульмане, чем шииты. Что шиизм это некое мистическое направление в исламе, которое как-то дальше отошло от ислама первоначального. На самом деле, это точка зрения очень субъективная. С точки зрения шиитов они наиболее ортодоксальные мусульмане. С точки зрения суннитов большая ортодоксия у них. С точки зрения стороннего наблюдателя это неизвестно. Это, как говорится, каждый может выбирать сам, кого считать более традиционными мусульманами. Но вообще между суннитами и шиитами есть различия. Изначально они носили характер политический, вопрос о наследовании власти стоял ребром. Но в дальнейшем добавились еще и богословские отличия. Я не буду вдаваться в детали этих отличий, но могу сказать, что сунниты могут с шиитами уживаться мирно. В Азербайджане, например, они объединены в рамках одной религиозной организации управления мусульман Кавказа. Но в других случаях они абсолютно друг другу непримиримы, как мы это видим сейчас в Ираке. Шиитов существует довольно много течений в рамках суннизма, которые шиитов вообще не считают мусульманами. Считают шиизм с сатанизмом в рамках ислама. И всячески призывают шиитов уничтожать. К сожалению, в России последователи этих течений есть. И самые яркие их представители это так называемые ваххабиты, о которых мы еще поговорим. То есть, исходя из того, что отсутствует иерархия духовного руководства, отсутствует единение точек зрения, если я правильно понимаю, священные тексты трактуются индивидуально. И если речь идет о том, что наибольшим авторитетом пользуются наиболее грамотные и начитанные люди, то имеет ли смысл вообще говорить о неком единстве внутри ислама? Все единство внутри ислама заключается в принятии шахада или свидетельства, которое на русский переводится наиболее корректно, нет божества, кроме единого бога, и Мухаммед, посланник его. Человек, провозгласивший это свидетельство с чистым сердцем, и в присутствии двух свидетелей, с этого момента становится мусульманином. Все остальное, как многие мусульманские богословы говорят, является уже деталями. То есть вот это главный, скажем так, символ веры всех мусульман, и все мусульмане этот символ веры признают. Но по другим вопросам, естественно, возникают разночтения. Многие люди начинают знакомство с исламом, читая переводы Корана на русский. Я бы, конечно, не рекомендовал такой путь, поскольку Коран сама по себе книга очень непростая и должна, конечно, читаться в толкованиях. Просто переведенный на русский язык Коран в лучшем случае никакого представления об исламе не даст, а в худшем случае даст представление превратное. Кстати, значительная часть мусульманских ученых полагает, что Коран вообще нельзя переводить на другие языки, поскольку он написан в стихах, и при переводе на другие языки теряется или смысл, или вот этот размер стихотворный. А между прочим, изначально то, что Коран в хороших стихах был написан, было одним из главных доказательств того, что это богоданная книга, поскольку пророк Мухаммед, будучи человеком неграмотным, конечно, сам не мог написать такую книгу. Это был один из главных аргументов в первые года развития ислама. И мусульмане, конечно, к Корану относятся очень трепетно, и самое худшее, что может сотворить человек по отношению к ним, это осквернить Коран или высмеять его. Поэтому можно рекомендовать читать, конечно, толкование на Коран и хадисы. Хадисы тоже составляют важнейшую часть мусульманского наследия литературного. Это притчи, по большей части, многие из которых имеют авторство самого Мухаммеда. Кстати, одно из различий между шиитами и суннитами, что шииты признают хадисы только авторства Мухаммеда, а сунниты признают также и другие хадисы, которые были изложены со слов его ближайших сподвижников. То есть шииты признают сунну, но не в том объеме, в который ее признают суннит. И эти хадисы тоже имеют важнейшую роль при определении отношения к тем или иным вещам. Например, можно ли употреблять алкоголь? Как этот вопрос ответить? В Коране по-разному это трактуется. И слово «вино» в Коране не употребляется. Употребляется слово, которое в переводе на русский означает «одурманивающие вещества», «опьяняющие вещества». И при более подробном рассмотрении возникает вопрос, можно ли чай считать одурманивающим веществом, который содержит какие-то тонизирующие добавки, кофе или, например, кефир, который содержит 2 градуса алкоголя. Но вот с помощью хадисов и с помощью богословских исследований легко прийти к мнению, что запретным для мусульманин является то вещество, которое может ввести его в состояние опьянения. То есть, грубо говоря, пиво 2-процентное теоретически человек опьянить может, а кефир нет. Поэтому кефир пить можно, а пиво даже 2-процентное нельзя. И вот на основании этих хадисов тоже определенная логика вырисовывается в исландском богословии. Ну вот могу один хадис в качестве примера привести, что вот как-то к пороку Мухаммеду пришел один человек и спросил, можно ли как-то отмолить убийство, что оно, конечно, является грехом, но можно ли в этом покаяться. Он ему сказал, что можно покаяться, главное, чтобы сердце твое очистило, чтобы ты искренне раскаялся, помолился и можешь жить дальше. И в тот же день к нему пришел еще один человек и задал ему тот же самый вопрос, на что он ему ответил, что убийство – это настолько страшный грех, который не может быть прощен и не может быть искуплен. И тогда сподвижники спросили, почему на один и тот же вопрос-то дал разный ответ, и он ответил, что в первом случае человек уже убил и в этом раскаялся, а в втором случае он только хотел убить. Спрашивал уже о последствиях. Вот это пример такой поучительной истории. И вот значительный пласт исламского богословия как раз базируется на этих хадисах. Но здесь же коренится и проблема одна, поскольку у хадиса должно быть происхождение достоверное, так называемое иснад. И если это происхождение недоверно, одни мусульмане могут этот хадис признавать и использовать как руководство к действию, а другие считать его ложным. И на этой базе многие дискуссии возникают, в частности, среди ваххабитами и их оппонентами. Так что, если есть желание побольше узнать об исламе, конечно, лучше читать хадисы и толкование на Коран. К вопросу о языке, на котором написан Коран. Любому переводчику очевидно, что точный перевод стихотворных текстов невозможен по определению. Получается, что для понимания священных текстов требуется глубокое знание арабского языка. Должен ли каждый мусульманин знать арабский язык? Да, мусульманин должен знать арабский язык. Причем арабский язык не тот, на котором сейчас говорят в Египте, например, или в Ордане, а литературный арабский язык, который где-то как церковно-славянский от русского отличается от языков современных. Это признак образованности мусульманина, что наиболее образованные люди могут между собой, даже если у них диалекты изначально разные, говорить на литературу на арабском языке. Когда-то, как раньше говорили на греческом или на латыни, и в Европе, и в России, это считалось просто естественным путем, что учили языки. Для мусульман язык — это вопрос принципиальный. Если Библия была написана на нескольких языках, и понятия как сакрального языка христианства его нет, есть, конечно, несколько языков, которые важно знать, желательно знать, но, в принципе, и на русском языке Библия изложена совершенно корректно и без искажений. В случае ислама сакральный язык — это арабский, литературный арабский язык, и любой человек, который хочет стать имамом или просто человеком, разбирающимся в исламе, должен арабский язык изучить. И проблема, в частности, российских мусульман в том, что это упускается важнейшая вещь, что пытаются заменить познание в арабском какими-то переводами на русский язык. Можно привести известную историю, как у нас такая переводчица Корана Валерия Порохова перевела Коран с английского на русский, а потом этот Коран перевели с русского на кабардинский. То, что в итоге получилось, с трудом уже опознавалось как Коран. То есть при каждом переводе значительная часть смысла просто терялась. Это сложная весьма наука и толкование Корана, и вообще арабская филология. Люди действительно годами, если не десятилетиями, этим занимаются. Каждое слово может иметь несколько десятков значений. Надо каждый знак, каждую огласовку четко представлять, почему она там стоит и для чего она нужна. Все это очень сложная наука, и далеко не все люди сейчас считают нужным для себя ей заниматься. Полагаю, что ислам – это настолько простая религия, что из пары брошюр можно подчеркнуть все необходимые знания. Ну, так это категорически в действительности не соответствует. К вопросу о толковании. Совершенно очевидно, что ни в каком тексте не содержится истолкование. Толкуют тексты люди в меру своего образования, понимания и разумения. Внутри ислама кто имеет право толковать Коран? Кто этим занимается? И что в итоге считается за правильное и неправильное? К сожалению, толковать имеют право все. Все Коран толкуют, а большей популярностью пользуется тот, у кого больше средств для распространения или бесплатной раздачи своих текстов. Пока у нас, к сожалению, ваххабиты стоят на первых позициях, поскольку их книги наводнили весь исламский мир, включая Россию. То есть их толкование Корана, их понимание ислама сейчас становится доминирующим, только потому, что у них значительно больше денег и желания этим заниматься. То есть, конечно, их переводы и их толкование, ну просто, не говоря уже о богословской ценности, они просто некачественны сами по себе. Но качественные переводы и дорого стоят, и не настолько интересно их переводить, например, на русский или на другие языки. Поэтому, в общем-то, у нас такой ширпотреб сейчас в исламской мире имеет место быть. Конечно, есть признанные центры исламской мысли. Это университет Алясхар в Каире, это исламские университеты Сирии и Ордании. Конечно, если есть такая возможность, лучше книги или изданные там, или одобренные там покупать. Но в России с этим большая проблема. У нас значительная часть мусульманской литературы имеет не только ваххабитский, ну и если так посмотреть на решения наших органов судебных, еще и экстремистский характер. То есть, на русском языке практически невозможно найти нормальных книг. Хотя, надо заметить, что ряд организаций переводят. Тафсиры, управление мусульман Кавказа, издало толкование Корана, востоковеды многие этим занимаются. Но все это стоит очень дорого и, скажем так, в свободной продаже не встречается. Поэтому это проблема найти нормальную литературу по исламу. Переходя к затронутой теме ваххабизма. Что такое ваххабизм? Где он возник? Как развивался? И как такое получилось, что он дошел до России? Ваххабизм, скажем сейчас, во многом стал такой страшилкой об исламе. Ну, на это и есть основания. Течение это появилось в XVIII веке в Саудовской Аравии. Основал его такой богослов и проповедник Мухаммад Абдаль-Ваххаб. И течение назвали в честь его отца. Ваххаб переводится с арабского как «щедрый». То есть, это одно из имен Аллаха и само по себе не несет в себя отрицательной оценки. Но мухаммедизмом, естественно, течение было назвать сугубо некорректно. Поэтому это по отчеству своего настоятеля, своего основателя оно было названо. Ваххабизм призывал вернуть ислам к его первоначальной чистоте. Дело в том, что для ислама принципиальнейший вопрос — сохранить свою религию в том виде, которая была во времена праведных халифов, во времена первых лет появления. То есть, как я уже говорил, до конца света никаких корректировок священного писания и монотеистической религии больше не будет, поэтому любой ценой надо сохранить ее неповрежденно. Мухаммед Абдул-Ваххаб заявил, что повреждения все-таки были за это время, их надо срочно исправлять. Самоназвание ваххабитов — это салафиты, от слова «салав» — предок или «праведный предок». Также они себя называют еще последователями «сав-ислама» или «чистого ислама», «мух-муахидунами» — единобожниками. В общем, названий у них довольно много, около двух десятков. Их также называют «пуританами» ислама, поскольку они действительно чем-то похожи на протестантскую секту «пуритан», которая массово людей резала в свое время на территории современной Великобритании. Но в целом ваххабиты первыми, наверное, среди таких известных мусульманских течений предложили тех мусульман, которые с ними не согласны, мусульманами не считать и уничтожать как неверных. То есть такая была идеология такфира, то есть отлучения от ислама, объявления человека неверным. Именно из-за этого значительная часть проблем и была, и возникла. Ну, в первую очередь, ваххабиты, конечно, уничтожали шиитов. Вот священные шиитские города Кирбилай и Наджав были разграблены и разгромлены ваххабитами. Раньше никто не мог помыслить, чтобы мусульмане-сунниты напали на шиитские святые места, на мечети, на усыпальницы, объявив их языческими пережитками. Ну, вот ваххабиты это сделали. Они убивали мусульман в больших количествах и продолжают делать это до сих пор. У них, в общем-то, идеология очень простая. Кто не с нами, тот против нас. Любой, кто не согласен с нашей идеологией, будь то мусульманин, христианин или иудеи, должны быть уничтожены. То есть, проповедуется так, что вот этих людей, которые, судя по всему, и не люди вовсе, следует убить. Убивая этих людей, ваххабиты делают некое благо для этих людей или делают благо для себя, ваххабитов? Они делают благо в основном для себя, поскольку отношение к неверным. Дело в том, что изначально в исламе, скажем так, в традиционном исламе, немусульмане делятся на две категории. Это неверные и люди-книги. К людям-книги относятся христиане, иудеи и последователи такой религии, как монодеизм. Она сейчас хранилась в иракских болотах, внизу их тигра и фрат. Их совсем мало, поэтому их редко упоминают. В основном это иудеи и христиане, которые тоже верят в единого Бога, но верят в него с искажениями, поэтому к ним надо все-таки относиться уважительно и не обращать их на сильного ислам, и не вести с ними войн в том случае, если они сами себя ведут мир. Все остальные, к которым относятся язычники и атеисты, считаются кяфирами, они же гяуры, у нас вот часто такая турецкая форма этого слова распространена, то есть неверными. Неверные в подавляющем большинстве случаев проявляют агрессию по отношению к мусульманам, так или иначе, нередко только с фактом своего существования. Поэтому в отношении них возможны более чем агрессивные меры. То есть долг каждого мусульманина бороться с куфром, с неверием. Этого хаббиты первыми стали называть неверными и иудеев, и христиан, что само собой, и других мусульман, в частности, шиитов. На мой взгляд, именно от ваххабитов пошла та идея, что шииты это не мусульмане, поэтому убивать их можно. Кровь шиита является халяль, то есть допустимым для мусульманина и разрешенным их имущество. Исламский мир, конечно, серьезные потрясения от этого пережил и до сих пор продолжает их переживать. Ваххабизм, конечно, не монолитен, он на несколько направлений делится. Эти направления колеблются от относительно умеренных, которые все-таки не призывают к немедленной агрессии, до террористических организаций. Та же Аль-Каида имеет, в общем-то, ваххабитскую подоплеку под собой. А где расположен очаг мирового ваххабизма? Ну, очаг ваххабизма – это государство Саудовской Аравии, где ваххабизм и зародился. Основатель династии Саудидов как раз и был приведен к власти, вот этим самым Мухаммедом Абдель-Ваххабом. Поэтому такой симбиоз между этой формой ислама и правящей династией, в общем, там уже более 200 лет имеет место быть. Но впоследствии это распространилось на другие страны, на Кувейт, на Объединенные Арабские Эмираты, на Катар, на Бахрей, на Судан, на Афганистан. Ну, в общем-то, и в России ваххабиты появились далеко не вчера. И в царский период отмечались общины, например, была такая в Казани община, ваисовцев, откровенно ваххабитская. А в советское время, в 30-е годы у нас ваххабизм считался очень прогрессивным исламским течением. Ваххабиты действительно боролись с турецким империализмом, боролись довольно успешно. Но, правда, они в основном и с исламским наследием боролись. Они, в общем-то, хотели уничтожить святые места в Мекке и Медине, и уничтожили, например, могилу матери, порока Мухаммеда. А то, что от уничтожения Каабу спасло только вмешательство атеиста Кемали Ататюрка, как это непарадоксально выглядит. То есть, только его угрозой немедленно устроить зачистку всей Саудовской Аравии спас главные мусульманские святыни от уничтожения. Поэтому ваххабиты, люди, они хоть и разные, но в целом довольно-таки немирные. И диалога с ними как-то особо не получается. А как так получается, что в России, где эти самые ваххабиты в настоящее время активно действуют, к примеру, существовал государственный запрет на продажу книг националистического толка типа «Майнкампф» Адольфа Гитлера. На книжных рынках висели специальные правительственные распоряжения. Вот мне как-то ни разу не довелось видеть там книги ваххабитского толка. И это после того, как отгремело две войны на Кавказе и угробили массу народа. Идет яростная борьба с антисемитизмом. А вот про ваххабизм – молчок. Как такое получается? Ну, это получалось из-за того, что ваххабиты грамотно работали в Новой России. И те экспертизы, которые заказывали с целью запретить их литературу, попадали к их же сторонникам, которые писали в экспертизах, что это самое мирное и доброе течение ислама. И с ним были солидарны многие муфти. Вот муфти Равиль Гайнудин, который себя главной муфтей мусульман России называет, неоднократно ваххабизм называл самым мирным и, скажем так, умеренным течением в ислами. Но, естественно, что после таких заявлений вопрос снимался с повестки дня. И только в последние несколько лет все-таки пошла волна запретов именно ваххабитской литературы. Сейчас несколько десятков наименований. Эта литература считается экстремистскими материалами. В общем-то, все эти книги изданы были или в Саудовской Аравии, или в Кувейте, либо написаны авторами, которые оттуда вышли. В книгах много чего было написано. Самые безобидные, например, были призывы мусульманам, живущим в неисламском государстве, не соблюдать его закон. То есть, в общем, такой был прозрачный намек, что российским мусульманам российский закон — это не закон, а так. Нечто навязанное им, врагам. И, конечно, ситуация складывается довольно печальная. Да и сейчас, в принципе, весьма проблематично отделить ваххабитов от не-ваххабитов. Они грамотно маскируются, они хорошо знают слабые места своих противников, и могут думать одно, а говорить совсем другое. Но течение-то есть в нашей стране, например, под ваххабитами. Я лично понимаю всех тех мусульман, которые не могут мирно жить с не-мусульманами. То есть, мы все-таки имеем опыт многовекового мирного сосуществования с мусульманами. Если приходят люди и говорят, что все это было неправильно, и христиан надо резать, и евреев надо резать, и буддистов надо резать, то такие люди как раз, вольно или невольно, выражают точку зрения ваххабитов, которые действительно считают для себя невозможным жить рядом с христианами. Вот, например, в Саудовской Аравии даже нательный крест нельзя вводить в страну, не говоря там уже о Евангелии, об иконах. Если вы нарядите там пальму на Рождество, у вас могут быть большие проблемы с местной религиозной полицией. Это считается оскорблением ислам, рождественская елка даже. И ни одного христианского храма в Саудовской Аравии нет, а на территорию Микки и Медины в принципе немусульманам нельзя проходить. И это правило, кстати, было придумано отнюдь не в первые века ислама, а придумано оно было уже в позднейшее время, именно ваххабитами. Сразу возникает вопрос. Вот такое интересное государство, где под запретом нательные кресты, где ограничена свобода передвижения на территории страны для иноверцев. И вдруг оказывается, что данная страна, фактически являющаяся центром экстремизма, самый лучший друг, самой главной демократии на планете Земля, Соединенных Штатов Америки. Как это светоч демократии дружит вот с такими гражданами? Тут есть несколько версий. Например, если почитать книги традиционных мусульман, у них очень популярна версия, что ваххабизм был придуман английским разведчиком Лоренсом Аравийским с целью поставить на службу элиты вот этих вот арабских стран. Если эта теория верна, конечно, доказательств тому мало, и вряд ли архивами 6 нам дадут на этот счет изучить, то вырисовывается очень красивая действительно ситуация, что англичане, а потом американцы создали такую пятую колонну в исламском мире, которая всячески их поддерживает, которая враждебна их врагам, например, является противовесом тому же Ирану, но и при этом исповедует весьма жесткое направление ислама. Но другое дело, что это направление ислама неконтролируемо. Ваххабиты не имеют единого руководства. Они разделены, как я уже говорил, на несколько группировок, одни из которых полагают возможным дружить с американцами и англичанами, другие считают, что надо захватить самолеты и протаранить их небоскребы. Это будет более правильным шагом. Поэтому сейчас у нас теракты, как известно, и в Великобритании происходят, и в США, и вообще непонятно, что и как. То есть, с одной стороны, правящие элиты Саудовской Аравии и Кувейта на стороне американцев, с другой стороны, немалая часть населения этих стран категорически против и с удовольствием жертвует деньги тому же Бен Ладену, который, кстати, тоже относится к саудовской элите. Все-таки миллиардер из хорошей семьи, с отличным образованием. Вот он так вот понимает эту религию. Поэтому, на самом деле, контроль над ваххабизмом был потерян, как и был потерян контроль свое время над Талибаном. Когда вот эти все афганские движения исламистские создавались для борьбы с Советским Союзом, они выполнили свою задачу. Но впоследствии обнаружилось, что американцы-то их не контролируют, и они повернули оружие против самих же американцев. Я не исключаю, что они действительно были созданы ЦРУ или другими спецслужбами, но сейчас их явно ЦРУ не контролируют. Вот, казалось бы, нет общего руководства, нет общей идеи. А как так получается, что большинство нынешних терактов, начиная с тарана небоскребов и заканчивая взрывами поездов и автобусов, совершают мусульмане? Ну, точнее, люди, которые себя называют мусульманами. Хотя, на самом деле, меня неоднократно задавался вопросом, не только я, можно ли отделить террористов от мусульман добропорядочных. И каждый раз следовал ответ, что невозможно. Невозможно провести вот этой грани. Нельзя сказать, что террорист, совершивший таракт, перестает быть мусульманином. Это очень спорный вопрос. У нас вот часто говорится, что террористы не имеют национальности вероисповедания. Надо сказать, что это неплохая фраза, которая позволяет все-таки профилактировать столкновения на межнациональной и на межлегиозной почве. Но если ее повторять слишком часто, смысл ее во многом теряется. И возникает вопрос, кто лишает террористов национальности вероисповедания? Есть ли механизмы лишения их национальности вероисповедания? К сожалению, объективных механизмов нет. Любой человек, который верит, что нет божества кроме единого бога и Мухаммед посланник его, это мусульмане. Что такое теракты? Они тоже по-разному толкуются. Надо сказать, что эти люди не просто какие-то маньяки, у них есть своя логика в этом. Я просто поясню на примере. Конечно, любое направление ислама не поощряет убийство гражданского населения, людей, не причастных к каким-то преступлениям. Но одно дело, когда бой идет в чистом поле или в пустыне, когда понятно, кто комбатант, кто нон-комбатант. Другое дело, когда ты нападаешь ночью на вражеский город. Когда на тебя кто-то выбегает из-за угла, ты сначала рубишь мечом, а потом уже смотришь, кто это был. Вполне может быть, и ребенок, и женщина. И третий вариант, когда ты осаждаешь этот город с использованием требушетов, которые стреляли, но, мягко говоря, не как снайперские винтовки. Метнул камень в башню, промахнулся на пару метров, попал в дом, убил женщин и детей. Вот в этом случае возникает вопрос, ты виновен смерти женщины и детей? Нет, не виновен, поскольку главное, какое было у тебя намерение, не яд. Если у тебя было намерение побеждать врагов, не причиняя вреда гражданскому населению, греха этого на тебе нет. Просто поясню логику тех террористов, которые захватили школу в Беслане. Как они говорили? Мы хотим не детей убить и не детям зло причинить, мы хотим остановить войну в Чечне, где тоже гибнут люди, в том числе и дети. Поэтому, если Путин выполнит наши требования, мы отпустим детей и уйдем. Если нас будут штурмовать и дети погибнут, мы в этом не виноваты, мы этим детям зла не желали. Мы просто хотели остановить войну. Они, конечно, знают, на что они идут, но вроде как так оговаривая, что у них намерения были самые лучшие, они предсвою так себе совесть очищают. То есть у людей есть определенная теория. Эта теория категорически противоречит той теории, которой нормальные люди придерживаются, не террористы. Торрористы, как и шизофреники, они довольно логично имеют внутреннее построение своей идеологии. И надо сказать, что переговоры вести с ними именно поэтому бесполезны. Потому что они скажут, что теракт. Мы здание, когда захватили самолеты, мы хотели уничтожить жидомасонскую верхушку. Ну, то, что у них там не оказалось, это, ну, в общем, так получилось. Мы никакого зла не желали тем людям, которые простые люди были в этих зданиях. А другие скажут, а почему они простые люди? Они ведь американские налогоплательщики или российские налогоплательщики. На их налоги бомбят потом Ирак, вводят войска в Чечню. Любой человек, который платит налоги государству, полностью ответственен за его преступления. Они никакие не мирные жители. Они источник дохода для антиисламских акций. А что мы теракты совершаем? Ну, а у нас нет ядерного оружия, поэтому вынуждены воевать так, как можем. Или вот, например, говорят, самоубийцы. Шахиды-самоубийцы. Совершенно некорректное название. Самоубийцы – это тот, кто хочет со своей жизнью свести счеты. А эти так называемые шахиды хотят уничтожить противника ценой собственной жизни, как это делали японские камикадзе. Именно камикадзе, а не самоубийцы. Никакого тоже греха нет. Когда Матросов бросился на дот, он же не был самоубийцей. У него уже не было желания таким образом свою жизнь никчемную закончить. У него было желание помочь выжить своим однополчанам. Так у этих людей. Они считают, что таким образом они попадают в рай через самопожертвование, совершая такие подвиги. Это, на самом деле, теория довольно распространена. Она опирается на серьезные богословские сочинения. И те мусульмане, которым с этим не согласны, не могут эффективно оспаривать эту точку зрения. К сожалению, такая проблема существует. Тогда напрашивается другой вопрос. Ислам оправдывает терроризм? Ислам, он разный. Он очень разный. Мы, например, выделяем мусульман традиционных. Конечно, это может быть не очень удачный термин. Но те мусульмане, которые живут с нами бок о бок и камни за пазухой не держат. Считают, что с христианами можно нормально жить в одной стране и вместе за эту страну сражаться с точки зрения христиан. Это и есть настоящие мусульмане. Это и есть истинные представители исландской религии. Те же мусульмане, которые хотят их уничтожить только за то, что они христиане, естественно, нормальными мусульманами восприниматься не могут. Но это, опять-таки, субъективная точка зрения христиан. Как это есть на самом деле, сказать сложно. Я могу изложить только разные версии этого события. И, к сожалению, даже среди ведущих мусульманских богослов разночтения серьезные поэтому возникают. Хотя, на самом деле, самое печальное, что по опросам населения среди мусульманских богослов в мире самый популярный Бен Ладен с большим отрывом. Даже когда в московской соборной мечети проводили опрос, он на третье место занял по своему авторитету среди прихожан. Это, конечно, очень печальная тенденция. Хотя, конечно, он никакой не богослов, и богословских заявлений делает довольно мало. Но многие считают, что это такой рыцарь, борющийся с шайтанским западом, западной цивилизацией, которая изначально враждебна исламу. А в борьбе с ней, в общем, любые методы хороши. Что сами, скажем, американцы, европейцы не стесняются в средствах, когда там бомбят Ирак или Сомали. То, в общем-то, и борясь с ними, тоже можно в средствах не стесняться. Так что для кого террорист, а для кого национальный герой. Вот такая вот тут, к сожалению, логика. Стало быть, при отсутствии единого руководства и четкой иерархии, это, получается, некая сетевая структура, которая работает совсем не так, как мы привыкли видеть. Нет зловещего вождя во главе полчища самоубийц, отсутствует конкретный вождь. То есть тот же Бен Ладен, он не руководитель, а некий герой. А есть ли способы борьбы с подобной организацией процессов? Ну, если честно, это не лечится. Тут есть заболевания, которые можно, как, например, там, спит или псориаз, поддерживать какими-то лекарствами в определенных рамках, но все равно они не лечатся. В условиях демократического общества вообще невозможно бороться с терроризмом. В условиях общества тоталитарного тоже стопроцентного успеха достичь нельзя. Структура действительно сетевая, единого руководства не имеющая. И что самое печальное, неуправляемая. То есть, грубо говоря, идеологи этого движения могут отдать команду вперед, но отдать команду назад они уже не смогут. Вот памятный муфти Ахмад Кадыров, когда в 95-м году объявил России джихад, все полевые командиры это дело категорически приветствуют. Когда в 99-м году он перешел на нашу сторону и призвал чеченцев воевать против Масхадова, большая часть полевых командиров объявила ему священную войну. Вот классический пример. То есть, если завтра Бен Ладен скажет, что давайте дружить с Америкой, мы тут посовещались и решили, что это будет правильно, никто его слушать не будет. То есть, пока он воюет с Америкой, он герой. Как только он какие-то переговоры начнет о мире, его место займет кто-нибудь другой. То есть, тут сама идеология. И есть тоже ошибочное представление, что терроризм прямо зависит от бедности, что только бедное население идет в террористы, что если уровень жизни его повысить, все будет сразу хорошо. Честно говоря, это бред. У нас террористы, особенно их лидеры, это богатые, успешные люди, которые знают, чего не хотят. У нас из Бангладеша, из Чад, я ни одного террориста не знаю. Это самые бедные мусульманские страны. А вот Саудовская Аравия как раз всю элиту террористического движения и вырастила. Самая богатая мусульманская страна. И вкладывая деньги ошибочно в те регионы, которые повышенно имеют террористическую угрозу, тем самым просто эти деньги террористам передавать. Нередко прямым путем. Террористы стараются сами вербовать тех, кого нужно. Им, конечно, нужны люди бедные, готовые за 100 долларов заложить фугас. Но это просто расходный материал. Они особой роли там не играют, они могут любого нанять на это. Но идеологи или просто даже среднего звена руководителей, это люди не глупые, образованные, не бедные. И бороться с ними, по сути, можно только профилактикой. То есть поддержкой традиционного ислама, запретом подрывной литературы изначальной. А если уж они появились, выкорчевать их крайне сложно. Вот такой интересный момент. Советский Союз сокрушили не американские танки, а голливудские фильмы. Фильмы, имеющие свои задачи показывать сладкие сказки, оказали роковое воздействие на сознание целого народа. Конечно, усилия пропаганды не ограничиваются фильмами, но все же. Вам не кажется, что под напором культурной экспансии и западной пропаганды ислам рухнет точно так же, как коммунизм? Я думаю, что нет, поскольку ваххабиты, приезжая в США или выезжая хотя бы за пределы Саудовской Аравии в тот же Бахрейн, живут именно так, как показывают в голливудских фильмах, ни в чем себе не отказывают. Народ, в общем, не настолько благочестив и набожен, как хочет показаться. Вообще есть странное мнение, что в такого рода ваххабистских странах там все идеально, там нет преступности, там нет проституции, там нет супружеской неверности. Но, правда, у нас, как в СССР, тоже, как известно, секса не было, пока не выяснилось, что все-таки был. Так, в общем-то, если поглубже покопаться в реальном положении, то многие интересные вещи вскрывают, что это во многом показны добродетели. Что на самом деле, когда представители Саудовской Аравии приезжают в ту же Россию, вот у меня один знакомый с ними плотно общается, говорит, ни одного еще не видел, чтобы не заказал себе виски тут же, в первый же день. Так что голливудской пропагандой их ничуть не удивить. И вообще, на мой взгляд, американская пропаганда, американских ценностей, она не очень успешна. У нас вот в свое время Макдональдсы активно рекламировали, а сейчас вот если девушку в Макдональдс ты пригласишь на ужин, это будет, видимо, последнее у тебя с ней свидание. Хотя вот если у французский ресторан ее позвать, или в грузинский, это будет расценно положительно. Вот Макдональдс категорически отрицает. Это к вопросу об успешности американской экспансии. Ну а что до мигрантов, то по-разному в разных странах к ним относятся. Потому что тут у мусульман, в тех богатых странах, мы имеем в виду Персидский залив, нужен им дворник, например. Или чернорабочий. Они приглашают филиппинца, индийца или кого-нибудь еще. Говорят, вот мы тебе заплатим хорошие деньги, пожалуйста, работай. А он говорит, а я хочу гражданином стать. Он говорит, если хочешь стать гражданином, два условия. А, принимай ислам и забывай о том, что ты индиец, филиппинец. А Б, имея полезную профессию. Нам не нужны чернорабочие граждане. Мы их наймем, они поработают, уедут обратно. В Европе ситуация другая. Вот нужен французам дворник. Не работают за 500 евро местные. Вызывают они из Алжира дворник или из Сенегава. Он честно работает, получаете 500 евро. Потом у него рождаются дети, привозят жену. А дети уже не хотят работать дворниками. А часто вообще работать не хотят. И вскоре один вывезенный, одна дешевая чернорабочая, вывезенная из Сенегала или Алжира, обходится казне дороже, чем 2 или 3 француза коренных. То есть на его семью тратится больше денег, чем на профессора французского. А поскольку улицы подметать некому, надо еще одного чернорабочего дешевого завозить. И ситуация опять повторяется. А поскольку эти люди категорически ассимилироваться не хотят, они живут в своих кварталах, живут в своих анклавах, где и французского языка они знают, и английского, у них свои обычаи. Местные полисмены туда лишний раз стараются не заходить. И обнаруживается, что в обществах, европейских обществах, в обществах цивилизованных, в которых права человека очень многое значат, сконцентрировались наиболее агрессивные представители тех же мусульман. Потому что наиболее велика доля ваххаббитов не среди населения Саудовской Аравии, а среди населения Лондона, например, или Парижа. Многие из этих людей были депортированы из своих стран за экстремизм, даже из той же Саудовской Аравии. Надо сказать, что и в Эмиратах, и в Аравии, и в Катаре очень жестко следят за тем, что проповедуется в мечетях. Какой экстремизм допустим, какой не допустим. Тысячами имамов лишают работы. И все эти имамы куда едут? Потом едут в Европу, где занимаются тем, чем хотят. По уровню накала агрессии эти общества западноевропейские, мусульманские, просто аналогов в мире не имеют. Они сверхагрессивно настроят. Европейцы не знают, что с ними делать, поскольку поди их тронь. Себе же будет дороже. А поскольку они в размерах увеличиваются, и требуют уже, например, Великобритании вести шариат параллельно с обычным законодательством, и даже находят поддержку среди серьезных людей, это наводит на совсем уже мрачные мысли о будущем Европы. Вот есть такая книга «Мечать парижской богоматери» такой Елены Чудиновой. Там один из возможных сценариев будущего описывается. Рекомендуете к прочтению? Рекомендую к прочтению тем, кому интересны альтернативные варианты развития Европы. Хотя сама Елена Чудинова говорит, что не верит в такое все-таки будущее и считает, что это скорее роман-страшилка, нежели чем роман-предупреждение, нежели это реальное развитие событий. Хотя надо сказать, что о мусульманах там отзываются неуважительно. Поэтому не рекомендовал бы книгу читать тем, кто может обидеться за такие вещи. Да, перспективы безрадостные. Но это в Европе. Нам интересно, что происходит в России. Хотелось бы узнать, какова история ислама в России и какие перспективы у нас? История ислама в России, опять-таки, как ни странно, неизвестно с какого года можно начать отсчет истории ислама в России, поскольку бытует версия, что это год, когда, седьмой век, когда дошли первые арабские войска, до Дербента и повернули оттуда обратно. Кто-то считает точкой отсчета год принятия ислама в Волжской Булгарии, это X век. Кто-то считает, что именно с присоединения Казанского и Астраханского ханства и со времен Ивана Грозного как раз в состав России влились крупные группы мусульман. Ну, спорный вопрос. Кто как, так сказать, кому как нравится, тот так и считает. Ну, мусульмане появились у нас много веков назад, не вчера отнюдь. Жили с ними по-разному. Конечно, во времена Ивана Грозного мусульман не сильно любили. В общем-то, часто можно прочитать в мусульманских источниках, что было насильственное крещение, мусульмансиатически притесняли. Но, с другой стороны, если сравнить с тем, что происходило в Испании во время реконкисты или в Турции, сколько там осталось, соответственно, мусульман и христиан, можно сделать вывод, потому что даже во времена Ивана Грозного у нас был верх толерантности по отношению к людям дорогой веры. Дело в том, что православная церковь никогда не считала возможным насильно обращать свою веру других людей. Даже и пословица такая была, что невольник, небогомольник. И воевать с людьми только на том основании, что они неправославны. То есть миссия осуществлялась в подавляющем большинстве случаев мирными путями, ну, а отступления от этого все-таки преследовались. Миссия велась мирно. Именно поэтому, когда мы говорим, что в истории России не было религиозных войн, имеется в виду, что не было двухсторонних религиозных войн. Двухсторонние религиозные войны, например, реформация, контрреформация, это крестовые походы и ответный джихад, объявленный крестоносцем. У нас не было войн, в которых обе стороны воевали бы за распространение своей религии. То есть, когда у нас воевали с имамом Шамилем на Северном Кавказе, с ним не воевали как с мусульманином, с ним воевали как с сепаратистом или там антироссийски настроенным, абреком. А сам он воевал как с неверными, которые агрессивную политику в отношении ислама проводят. Если, например, Емельян Пугачев заявлял, что он воюет за интересы старой веры или Степан Разин, а Салават Кюлаев тоже объявлял джихад Екатерине, то воевали с ними не как с мусульманами, не как с старобрядцами, воевали с ними как с бунтовщиками. То есть войны не носили двухсторонне религиозного характера и геноцидом не сопровождались. Постепенно политика по отношению к мусульманам стала выравниваться. И вот как раз Екатерина и выстроила фундамент того здания, в котором мусульманам было комфортно жить до 1917 года. То есть в 1789 году было создано первое управление мусульман, Оренбургское Магометанское Духовное Собрание. Возглавил его офицер кадровый, царская армия мусульманин. И в дальнейшем, в общем-то, из мусульман наиболее лояльные России люди выдвигались на посты высокие, получали жалования. Вот муфти этого Оренбургского Магометанского Духовного управления был приравнен к генерал-майору и получал соответствующее жалование. И на государственном довольстве стояли и более низкие чимы, простые имамы, ахунды. И надо сказать, что мусульман мало ограничивали в царский период. Ислам стал, по сути, второй государственной религией вместе с православием. Мусульмане могли занимать высокие посты, генералами армии они были. Вот, например, на днях предложили назвать улицу в Москве православные люди в честь одного генерала-мусульманина хана Нахичеванского Гусейна, который не предал Николая II и не присягал временному правительству и за это был расстрелян. Вот человек до последнего сохранил свою верность власти. Был генералом, но в то же время сохранил мусульманскую веру. И никаким, естественно, санкциям за это не подвергался. На самом деле мусульмане ценили такое отношение к ним. Их вера ничем не ограничивала и за исключением одного они не могли вести миссионерскую деятельность среди христиан. Единственное было ограничение. Ну, что и понятно. Для ни в одной сейчас мусульманской стороне христианская миссия невозможна в полном объеме, а часто и просто запрещена. Это для внутреннего спокойствия государства, конечно, такая мера предпринимается. И надо сказать, что не только хан Нахичеванский не предал царя. Многие мусульмане на Северном Кавказе и Средней Азии тоже воевали до конца против новой власти. Им не нравилось то, что приходит. Но это с одной стороны. С другой стороны, большевики тоже смогли сыграть на чувствах ряда мусульманских деятелей и духовных, и общественных. В частности, стравить татар с башкирами им очень неплохо удалось. Убедить людей в том, что царская Россия была тюрьмой народов, и теперь-то уже все будет хорошо. И первые 10 лет советской власти не было гонений на мусульман, иудеев, буддистов. Были гонения только на православных. Но зато потом все очень быстро наверстали. И к началу Великой Отечественной войны у нас этот мусульманский центр внутренней России, который из Оренбурга переехал к тому времени в Уфу, был полностью уничтожен. Практически всех или посадили, или расстреляли руководителей. И были уничтожены все учебные заведения. Если православная церковь сохранила несколько академий, то у мусульман погибло все. И когда после войны решили новую систему духовных управлений создать, единственное медресе было открыто в Бухаре, и потом еще открыли Исламский институт в Ташкенте. На весь Советский Союз было два учебных заведения мусульман. И учились там преимущественно, конечно, среднеазиатские мусульмане. И когда Советский Союз развалился, мусульмане России оказались в критическом положении. Мечети стали открываться сотнями и тысячами, а кадров для них просто не было. Государству было не до помощи мусульманам, когда вообще никому не помогало. У него своих проблем хватало, тяжелых. Денег, естественно, не хватало. Времена были, сами знаете, какие. И поэтому были вынуждены согласиться лидеры российского славы на то, чтобы их наиболее перспективные студенты учили за рубежом, где им предложили бесплатное обучение, питание, проезд и даже стипендию. Это потом стало ясно, что бесплатный сыр только в мышеловке. Бывает, что учили их не на богослов, а на диверсантов в подавляющем большинстве случаев. Что эти люди стали возвращаться обратно не после 8 лет обучения, как это положено, после 3-4, а то и 2-х лет, усвоив какие-то азы арабского языка, какие-то азы ислама, ну и, конечно, прослушав курс по диверсионной деятельности, как идеологической, так и обычной. С этого момента ваххабизм, который присутствовал в российском исламе как минимум с 19 века, стал активно распространяться. Тогда еще люди не знали, что ваххабизм это плохо, и терроризма тогда было значительно меньше. Но зато те мусульмане, которые традиционные, поняли, что ничего хорошего от ваххабитов ждать не приходится. Их просто выкидывали из мечети, а на Северном Кавказе убивали. Я составил такой список, более 50 имамов и муфтиев только на Северном Кавказе погибло от таких вот сторонников чистого ислама. Ну и привело это все к тому, что сейчас значительная часть учебных заведений, большая часть средств массовой информации, заметная часть мусульманских лидеров явно или не настолько явно, но тем не менее четко придерживаются ваххабитских идеологических постулатов. Причем многие люди придерживаются их даже не подозревая о том, что они это делают. Они не могут отличить ваххабизм от тех течений ислама, которые их предки исповедовали. Это, к сожалению, очень печально. А что именно входит в 8 лет обучения? В 8 лет обучения входит 3 года изучения арабского языка, только языка, чтобы владеть им максимально свободно и читать литературу в оригинале, а потом 5 лет собственно богословского образования. Это вот просто для имам Хатыба, для такого образованного имама. Богослову, конечно, учатся гораздо дольше. А где именно духовные лидеры проходили подготовку? Ну, как потом выяснилось, проходили подготовку не отнюдь не в университете, а Лясхар, который у нас ведущий сунитские учебные заведения и не в шиитских университетах города Кум недалеко от Тегерана проходили не подготовку в таких среднеспециальных заведениях в Саудовской Аравии, в Кувейте, в основном в Саудовской Аравии. Некоторые попали в Турцию, где их обучили другой направлению нетрадиционного ислама различным пантюркистским сектам, которые хотя ваххабитов и не любят, но не ваххабитов не любят тоже. Кстати, в Крыму тоже ситуация с нетрадиционным исламом очень тяжелая. На местных мусульман очень сильное влияние оказали с одной стороны пантюркистские группировки, которые заинтересованы в неком объединении всех тюрк под эгидой Турции как таковой и подводят под это религиозную базу в том числе. А с другой стороны непосредственно ваххабиты Саудовской Аравии. И сейчас значительная часть элиты мусульманской находится под влиянием или одной или другой группировки. Но между собой не договориться не могут о совместных действиях, поэтому во многом в Крыму сейчас относительно спокойно и нет серьезных столкновений на межрелигиозной почве. Хотя не так давно массово сносились кресты православные и крайне резкие высказывания в адрес православной общины делались. Причем не какими-то маргиналами, а легитимными представителями мусульманской общины. К сожалению, ваххабизация и радикализация сейчас являются нормой для многих мусульманских сообществ. Кто-то от нее страдает в большей степени, кто-то в меньшей. В нашей стране наихудшая ситуация в Москве с этим состоит. Такое ощущение, что все основные идеологи стянулись именно в столицу нашей Родины этого течения. Если почитать мусульманские сайты, многие газеты, то действительно как-то нехорошо становится, что просто откровенные ненависти к инаковерующим и к инакомыслящим. Там сквозит в каждой статье. Переходя к ситуации в России, если это наблюдается повсеместно, то хотелось бы знать, как трансформируется исламское сообщество в России и к чему это ведет. Сначала оно трансформировалось, когда приходили молодые люди, обучившиеся в этих саудовских, институтах, университетах Амадресе выкидывали Бабаев, стариков из мечети и говорили, что они никакие не мусульмане, не язычники, ислам только с ними и пришел. Кстати, хороший тест на то, является человек ваххабизмом или нет, надо его спросить, его предки, они были мусульманами? Если он вам скажет, что никакими они мусульманами не были, а были они полуязычниками, то с ним все понятно. Традиционные мусульмане никогда своих предков в неверии обвинять не будут. А ваххабитов как раз отличает такой нигилизм по отношению к своему прошлому. И считают, что ислам появился как ислам, как религия только с их приходом. А до этого это было непонятно, что такое. Непонятно, кто тут жил, непонятно, кто тут строил мечети, писал книги, мадресе, основу. Это все можно смело из истории вычеркнуть. Историю начать с чистого листа, с момента их приход. Хотя на самом деле довольно много признаков есть, но это один из самых главных. Вот такое отношение к своему прошлому. Нигилистическое. То есть, как мне кажется, это напоминает ситуацию с изгнанием ваххабитских радикалов из Саудовской Аравии в Лондон. С той только разницей, что наши ваххабитские радикалы бегут с Кавказа в известную своим либерализмом Москву. И все это зреет теперь в самом сердце страны. Да. К сожалению, это так. И те вещи, которые нам заявляют каждый раз с экранов телевизоров, но даже кого зовут на телевидении у нас в России 65 муфтиев, но из них зовут муфтия нафигулу Аширова, который отсидел за грабеж и хулиганство и весь покрыт неавторитетными татуировками. Его любимое заявление о том, что мы вам православную вторую Чечню устроим, а потом кресты с герба снимем, а потом сами в анклавы жить уйдем, чтобы вы нас тут не трогали и свою службу безопасности заведем, который бы нас бы от вас охранял. Или вот Гейдар Джамаль такой вот философ, у него что-то не заявление, а то 282-я статья. При этом удивительные вещи происходят, что люди с одной стороны борются с американским империализмом, как Гейдар Джамаль, и всячески его поносят, с другой стороны входят в руководство организаций, которые курируются, например, господином Каспаровым, который у нас не последние отношения к американским властям имеет, и входит там в Совет по обеспечению их внутренней безопасности. То есть какие-то удивительные вещи происходят. И по эти заявления, к сожалению, от имени мусульмана транслируются такое ощущение, что неинтересно называть на центральное телевидение здравых представителей исламского сообщества. Действительно, они же ничего сенсационного не скажут, они скажут, что ислам это мирная религия, что мусульмане должны уважительно относиться к ним мусульманам. Ведь это неинтересно, а призыв устроить православную вторую Чечню заведение основ православной культуры это сенсация, от этого рейтинги растут. А то, сколько миллионов людей после просмотра таких шоу к мусульманам отношений меняют на резко отрицательные, в чем-то никто не думает. И вообще проблема действительно в том, что если православный человек захочет что-то узнать об исламе, он натолкнется на того же Аширова, на того же Джемали и на те же ваххабитские сайты, где много чего интересного узнает о себе и о своей религии. И к мусульманам он от этого будет после этого относиться как к злобным сектантам агрессивным, а не как представителям великой мировой религии. И как с этим бороться у нас, в общем-то, никто толком не знает. Хотя какие-то попытки предпринимаются, запрещают книги, пытаются профилактическую работу вести, но государство правильные меры предпринимает. Но проблема в том, что поздно оно их стало предпринимать. Их надо было не при Путине начинать, а при Ельцине и даже еще при Горбачеве, наверное. Боюсь, как бы не было слишком поздно в этом направлении. И как же, исходя из этого, строить взаимоотношения мусульман и немусульман в России? Ну, действительно, проблема, и для русской православной церкви огромная проблема объяснить своим прихожанам, что мусульмане не ограничиваются только Ашировым и Джемалем. Что, если и в историю посмотреть, многие мусульмане вместе с православными сражались и погибали за свою страну, и в атеистический период православных поддерживали, и сейчас те 50 имамов, погибшие на Северном Кавказе, они же, по сути, погибли за нас, они погибли за православных людей, уже выступали с предложением. Я вот могу от себя лично сказать, что государство могло бы их наградить посмертно орденами государственными, и пенсии их семьям заплатить за то, что люди, по сути, как государевы люди погибли, выполняя свой долг, не допуская вот этого межрелигиозного конфликта, в который все хотели втянуть. Цель была, чтобы война была двухсторонней религиозной, чтобы и православные видели в террористах не боевиков без национальности и расповедания, видели бы в них мусульман, убивали бы их, как мусульман. Вот к этому, в общем-то, хотели нас привести. Но пока, слава Богу, удается как-то ситуацию сдерживать, но надо, конечно, сильнее поддерживать традиционных мусульман, потомков тех мусульман, которые веками жили вместе с православными, и никакого зла на них не затаивали. Если этих людей не поддержать, то межрелигиозная война совершенно неизбежна, потому что с лаххабитами никаких переговоров вести невозможно. Направление, как мы видим, крайне агрессивное. Но они ведь, по всей видимости, собираются не только убивать и резать, но и вербовать в свои ряды. Имеется ли какая-нибудь статистика перехода в ислам? Ну, действительно, в ислам люди переходят. Сейчас насчитывается около трех тысяч так называемых конвертов или конвертитов, то есть людей, перешедших в ислам, в первую очередь из христианства. Это очень мало. Дело в том, что, например, в буддизм или даже в различные направления индуизма, а индуизм никогда не был для России традиционной религии, перешло в разы больше людей. Даже все, кто омсин реки, в свое время вступило на около 10 тысяч человек. То есть трое больше, чем перешло за последние 20 лет в ислам. Но есть ведь обратный процесс. Около полутора миллионов этнических мусульман покрестились за это время. Например, министр внутренних дел, он хоть и татарин, но он крещен в православной вере. Татарин. Таких людей, в общем-то, это не уникальный случай. Таких людей сотни тысяч и, наверное, больше миллиона. Хотя точно посчитать проблематично. Что же до русских мусульман и вообще новообращенных мусульман, то это специфические во многом люди. Они в наибольшей степени склонны к экстремизму. У кого-то это из-за синдрома неофита происходит. У людей новообращенных у них максимализм и нетерпимость свойственна во многих религиях, не только в исламе. Но некоторые люди идут в ислам сознательно, чтобы бороться с тем же, например, сионистским заговором. Можно легко проследить по их живым журналам, что человек сначала пытался с жидами бороться в православной церкви, потом обнаружил, что православная церковь к евреям отрицательно не относится, потом перешел в зарубежную церковь или в какие-то церкви катакомбные, но и там оказалось, что нет антисемитизма. Потом пошел в язычество, в котором антисемитизм есть, но само язычество очень убогое. А потом понял, что радикальный ислам это самое то для борьбы с этими самыми людьми. Сейчас, в общем-то, значительная часть руководства этих русских мусульман, которые объединены в ряд организаций, это бывшие и даже не бывшие скинхеды к вопросу о русском фашизме и православном фашизме. Надо сказать, что среди русских мусульман руководство почему-то состоит в основном из нерусских людей. Там преобладают украинцы, армяне и евреи на данный момент. Русских там мало. Вот такие вот парадоксальные вещи и надо заметить, что они не придерживаются традиционных направлений ислама. Они или склоняются к каким-то хитрым формам шиизма или к ваххабизму или к другим формам ислама, которые у нас в России не были традиционно распространены. Им хочется как-то выделяться из общей массы мусульман. Им кажется немодным ходить в одни мечети с татарами, в одни мечети с азербайджанцами. Они создают свои собственные общины. Даже уже доходят до того, что выдвигают требования такого типа, что раз русские титульная нация в России, так и российский ислам должны выглавлять русские, а не татары, например, или чеченцы. Сами мусульмане в среднем к ним относятся отрицательно. Но в других, к сожалению, случаях, и в России в том числе, эта группировка активно используется для террористической деятельности, поскольку люди с немусульманской внешностью меньше подозрений, скажем, у правоохранительных органов порождают. Сейчас, если читаешь новости о задержании какой-нибудь крупной банды на Северном Кавказе, обязательно хотя бы один русский или украинец там есть для таких вот целей маскировочных. Ну, в общем, из этих трех тысяч русских мусульман по меньшей мере 300 человек или в розыске находятся, или уже сидят за экстремистскую деятельность или за террористическую. Из их среды вышло два имама. Один имам был в Тюмени, один в Пятигорске. Вот одного посадили сейчас, а другой условный срок получил. так сказать, стопроцентная в данном случае склонность к противозаконной деятельности. Ну, в общем-то, явление у нас это не очень значительное. И вообще, в мировом масштабе, скажем, люди мусульманской культуры, этнические мусульмане чаще переходят в христианство, чем люди христианской культуры в ислам. Это, в общем-то, за счет Африки такой перекос имеет место быть. Ясно. Ну, и вдогонку о взаимных претензиях и обидах. Какие претензии есть у православных к ваххабитам? Действительно, вопрос о взаимных претензиях вопрос очень сложный, но обходить его все-таки не стоит. Потому что, ну, если взять ваххабитов, то как вот я так шучу, что ваххабизм это мирная религия, ваххабитам нужен мир, весь мир. Они полагают, что весь мир обетованным Богом и любая территория заселена, если не ими заселена, то она заселена незаконно, это захватчики, а не ее коренное население. То есть, главная обида на то, что до сих пор им мир не принадлежит. Обида первая, она же главная. У других тоже могут исторические события, например, могут разжигать, скажем так, истерию насчет того, что русские вырезали в 16 веке почти все население Казани, а потом насильственно крестили. Татар. На Северном Кавказе это Ермолова могут вспоминать и депортацию. И всячески, ну, сейчас действительно, если высказывания многих мусульманских лидеров почитать, например, такой нижегородский есть деятель Умара Дрисов, он говорит, что вот там благословленные попами озверевшие русские, там резали детей в Казани. Вот такая у нас обида, это тот же самый терроризм, что вот Беслане захватили школу, что вот попы, значит, в Казани устроили бесчинство. Хотя вот если к истории обратиться, еще неизвестно, где больше было татар, на стороне Ивана Грозного или в Казани в тот момент. поднести как вот некую экспансию православных на исламские территории. И надо сказать, что действительно были обиды, и православные наносили обиды мусульманам, и взаимные обиды были. Но одно дело эти вещи постоянно распалять, а другое дело вспомнить о положительных все-таки исторических моментах, что все соседние народы имели друг к другу, имеют претензии, сложно было вообще жить без каких-либо конфликтов, но все-таки умные люди делают акцент на положительных аспектах, они разжигают вот эти вот обиды. Сейчас же, к сожалению, умные люди не доминируют в этой сфере, и что бы ты ни почитал, везде постоянно идет рефреном насильственно крестили, попы рвутся во власть, церковь хочет опять стать государственной, хотя церковь государственной категорически становиться не хочет. Тот период, который был с Петра по 17-й год, был очень неприятным периодом в церковной истории, и никто не хочет возвращения этого периода. Но тем не менее, вот переписывают какие-то, скажем так, намерения, и из этого выводят теорию, что вот православные, они вот агрессивно относятся к мусульманам, поэтому их надо уничтожить раньше, чем они уничтожат нас. И убивали, к сожалению, священников православных. На Северном Кавказе погибло 4 православных священника, еще около 10 получили ранения или побывали в плену, взрывались храмы, и много было сделано для того, чтобы стравить православных с мусульманами. Но слава Богу, что удалось эту ситуацию как-то стабилизировать, но тенденции крайне неприятные. То есть с каждым месяцем, с каждым годом нарастает взаимная неприязнь между православным и мусульманским сообществом. И во многом, конечно, это заслуга средств массовой информации, которые дают, как я еще раз повторю, площадку для выступления тем людям, которые не укрепляют мир, а разжигают вражду своими заявлениями. То есть это получается, что наше государство вообще никак не противостоит зловредному влиянию на массы? Государство пытается этому противостоять, но есть разные позиции. Потому что как-то был я на одном совещании в администрации президента несколько лет назад, и там один высокопоставленный чиновник, рассказывая о нападении боевиков на Нальче, которое было в 2005 году, заявил, что мы же сами в этом и виноваты, это наши дети, это ментовские беспределы, их довели, они были вынуждены так восстанавливать справедливость. Когда я бы, так сказать, обратил внимание, что почему-то в Рязани или в Твери жители не нападают с гранатометами на мирные города, пытаясь восстановить справедливость, они же не напали ни на военный городок, а на мирный город, Нальчик, да еще и во время месяца Рамадан. Ну, мне было сказано, что все же религии призывают подставлять правую щеку, когда тебя по левую ударили, и вообще все религии, они сугубо пацифистичны. Между тем, вот межрелигиозный совет России, межрелигиозный совет СНГ призывал террористов уничтожать, уничтожать вместе с пособниками, и никаких, в общем-то, проблем ни у одной религии с этим нет, и даже буддисты это сугубо поддерживают, поскольку, ну, люди по-хорошему не понимают, к сожалению. Если есть возможность с ними говорить, с ними надо говорить, но обычно такой возможности не возникает. Когда люди нападают на города, не надо их увещевать. Надо увещевать уцелевших и захваченных в плен в данном случае. Но, к сожалению, не все это понимают, некоторые считают, что этим людям надо просто платить дань, потому что государство может три придерживаться трех моделей помощи мусульманам. Одни мусульмане, когда им даешь государственные деньги, скажут тебе спасибо, мы и так работали на страну, мы и так патриота России, но дали деньги, спасибо. Другим можно дать денег, сказать, вот вы поддержите нас на выборах, сделайте то-то, то-то и то-то, а вам дадим денег. Они скажут, хорошо, сделаем. А третьи мусульмане, взяв эти деньги, скажут, ну вы нам дань заплатили, спасибо, но вы заплатили мало и будете со следующего года платить больше. Мы вам за это ничего не сделаем хорошего. Это просто в эти деньги нам платить обязаны. К сожалению, сейчас государственная помощь, которая поступает мусульманам, есть специальные программы поддержки, в частности мусульманского образования, мусульманской науки, и государство тратит значительные средства на это, понимая, что или оно будет вкладывать деньги в мусульманское образование, или это сделает Саудовская Рая. Тут, в общем-то, вариантов нет. И для собственной же безопасности оно этим занимается. Но одни муфти действительно на страну работают, а вот, например, есть такой в Саратове муфти Мукадас Бебарсов, он получает, в общем-то, помощь из областного бюджета, из федерального, но после выборов президента заявил, что они сфальсифицированы. Вот такая вот благодарность государству за его поддержку. Ну, конечно, было бы логично после этого ни копейки денег больше от того самого сфальсифицированного президента не получил. И, к сожалению, резкие выступления не только в адрес православной общины идут, и в адрес властей, которые более чем лояльно относятся к мусульманам и помогают им гораздо сильнее, чем, в принципе, могли бы помогать. В тех же, например, мусульманских странах государство гораздо жестче контролирует ислам и нередко напрямую вмешивается в мусульманскую политику, даже когда там ислам отделен от государства. Именно из соображений собственной безопасности. У нас это вмешательство минимально. Хорошо это или плохо, но пока же это, думаю, самое ближайшее будущее. Однако, перейдем к вопросам. Всем известно, что цивилизацию нашу в настоящее время двигает Западная Европа из США. А по странам исламским как-то не видно, чтобы они куда-то двигали прогресс. А вот у нас ислам как-то взаимодействует с наукой и с внедрением результатов ОНОЙ. У нас довольно много ученых мусульман, хотя, к сожалению, доля ученых в мусульманском мире все-таки заметно ниже, чем в мире западном. Хотя это было не всегда, в общем-то, в средние века мусульманский мир как раз славился своими учеными, целый ряд наук были основаны мусульманскими даже богословами, не просто естествоиспытателями. Ну, принято считать, что вот монголо-татарское нашествие, во время которого был уничтожен Багдад и положило конец вот этой эпохе. После этого развитие мусульманской цивилизации в этом направлении пошло как-то под откос. До сих пор мусульмане не могут отправиться от тех событий. И, конечно, ислам с одной стороны развивается, высокая рождаемость, высокая религиозность, с другой стороны деградация в богословии, деградация в искусстве, деградация в науке. До сих пор, к сожалению, происходит. А что мешает приверженцам разнообразных ветвей ислама сплотиться и прекратить резать друг друга? Ну, хотя бы перед лицом общего врага, как в Ираке против США? Ну, к сожалению, в том же Ираке для многих мусульман, ваххабитов, сосед шиит, гораздо вредоноснее американского морпеха. И он считается первоочередной целью для уничтожения, как особо опасный, скажем так, неверный. Поэтому вопрос о том, чтобы как-то объединиться против кого-то, не встает. Когда нападали на Ирак, многие мусульманские страны встали на сторону Америки. Та же Саудовская Аравия, я думаю, это дело поддержало, если случится что-то с Ираном, Саудовская Аравия, это будет только приветствовать. Поскольку, ну, нет общей исламской солидарности, честно скажем. Это миф. А насколько сильно влияние зарубежных исламских организаций на исламские институты в России? И насколько подрывной характер оно имеет? Ну, к сожалению, это влияние значительно, и когда-то оно было просто доминирующим, когда государство не помогало мусульманам. Сейчас ситуация немного выровнялась, когда, в общем-то, на один рубль, выделенный государством, приходится где-то 30 копеек зарубежных, но раньше ситуация была обратная, и многие российские муфтияты, политические структуры, учебные заведения были просто филиалами зарубежных, в основном арабских сил, скажем, групп влияния, и многие из них сейчас закрыли, и многие эти партии распустили, но проблема, в общем-то, остается, влияние значительное, и сказать, что у нас удалось завербовать мало представителей руководства российского ислама, это будет неправда, и завербовать, к сожалению, им удалось очень многих, и они до сих пор честно отрабатывают свои деньги. В России, как мы знаем, все и всегда завязано на вождей. Раньше были цари, потом Иосиф Виссарионович, ничего нового мы не видим и сейчас. Вот при всем при том, что творится в исламе, есть ли в России некий центр, руководящий нашим исламом в целом, который держит определенные вещи под контролем и не допускающий опасных для государства проявлений? К сожалению, единого центра нет и в ближайшее время не предвидится. В принципе, в России никогда не было единого центра мусульман. На 17-й год у нас было четыре независимых мусульманских структуры, на 91-й год было тоже четыре, только другими границами. На территории собственно Российской Федерации в 91-м году осталось две мусульманские структуры. Одна объединяла в основном татар и башкир, имела центр в Уфе, называлась духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири. Туда же входила Украина, Молдавия, мусульманские общины, Прибалтики, даже Финляндия. А вторая структура духовного управления мусульман Северного Кавказа объединяла мусульманские народы соответственно Северного Кавказа. За Кавказией была своя структура. Управление мусульман Кавказа она сейчас называется. Эти структуры всегда действовали параллельно и не входили одна состав в другой. Но после того, как к нам пришло зарубежное влияние, приехали эмиссары, у нас тут же начались расколы в этих муфтиятах. В 89-м году еще, когда был Советский Союз, развалили сначала духовное управление мусульман Средней Азии, потом через несколько месяцев по такому же сценарию развалили духовное управление мусульман Северного Кавказа. А Уфимское духовное управление, которое возглавлял тогда и сейчас возглавляет верховный муфти Талгат Аджудин, продержалось до 92-го года. К Аджудину подошли естественно арабы специально обученные, предложили ему денег, много денег, за то, что он отдаст им на откуп весь процесс образования исламского возрождения. Он отказался. Тогда они без труда нашли подходы к его ближайшим ученикам и соратникам, которые его предали. После этого пытались 15 лет активно его смещать с его должности. Он, конечно, тяжелые потери понес, но удержался. И из-за этого все средства массовой информации оказались просто перенасыщены разного рода чернухой о лидерах российского ислама. То есть демонстративный вынос грязного белья на всеобщее обозрение. Даже апелляции были к православной церкви с просьбой поддержать одних мусульман против других. Я уже молчу. Как часто власти правоохранительные органы о том же просили. Все это привело к тому, что авторитет духовенства как такового очень сильно упал. Почти все муфти, за исключение мусульман Северного Кавказа в той или иной степени скандальную приобрели окраску. До сих пор это, к сожалению, продолжается. Какая-то атмосфера такого постоянного скандала до сих пор имеет место быть. И на этом фоне, конечно, прекрасно себя чувствуют те деятели, которые говорят, что муфти это так, это госчиновники, по сути, не надо им подчиняться, подчиняйтесь нам. А правильные мусульмане мы лучше знаем, что надо. Сейчас, конечно, кризис власти. На данный момент у нас четыре центра российского ислама. Из них три центра признаются с властями. Это Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который сейчас муфти Карачаева, Черкесии, Исмаил Бердиев возглавляет. Это Центральное духовное управление мусульман России, которое возглавляет Верховный муфти Талгат Таджудин. Его центр в Уфе находится. И Совет муфтиев России, который возглавляет московский муфти Равиль Гайнудин, бывший сподвижник Талгат Таджудин. Они находятся в Москве. И вот эти три структуры, когда президент встречается с представителем мусульман, он встречается с тремя представителями. Когда Святейший Патриарх встречается с представителем мусульман, на эти встречи приглашается также муфти Татарстана, который, по сути, самостоятельная фигура в исламском сообществе. Также есть несколько муфтиятов, которые не входят в эти центры и действуют самостоятельно. Попытки объединить мусульман под едином руководством предпринимались несколько раз, но заканчивались очередными скандалами, и сейчас, по-моему, желающих заняться этим снова не наблюдается, поскольку вероятность успеха крайне мала, и президент на тот момент еще Владимир Путин высказывался, что государство не будет вмешиваться в внутренние дела мусульман и какого-то единого для них муфти избирать. Ну, поэтому так у нас, наверное, и будет неопределенное долгое время, 65 муфтиятов, 65 муфтиев, это больше, чем, по-моему, во всех арабских странах вместе взятых, и авторитет, конечно, из-за этого падает, потому что муфтиев становится все больше, а авторитет у них, к сожалению, становится все меньше, в том числе и по их собственной живине. Ну, и, конечно, и ваххабиты тоже со своей стороны предпринимают все усилия для того, чтобы дискредитировать людей, которые хоть малейшую лояльность высказывают. Вот недавно был очень показательный случай в Татарстане, первый заместитель муфтия Татарстана, Валиулла Якупов, прекрасный богослов и издатель мусульманской литературы, призвал мусульман выполнять решение суда и уничтожать литературу, признанную экстремистской. То есть призвал российских граждан выполнять российский закон. За это ваххабиты подняли бунт в муфтияти и его сняли с его должности. Вот такая вот у нас интересная вещь произошла в современной России. То есть человек пострадал за то, что призывал соблюдать российский закон. Это было интерпретировано как антиисламская пропаганда. И таких людей, к сожалению, как он, довольно мало. И удары они со всех сторон получают. И, честно говоря, государство могло бы все-таки как-то посильнее поддерживать, поскольку это его главная опора в исламском мире. Следующий вопрос. Интересует исламская точка зрения на убийство. Такое впечатление, что в исламе убийство иноверцев вообще не считается грехом. В этом смысле христианство гораздо более мирная религия. Многие отказываются брать оружие в руки и служить в армии, потому что Господь запретил убивать. Конечно, убийство при определенных условиях допускается. Убивать – это грех, говорят они. Но это грех, который я беру на себя. А затем усердно молят Бога о прощении. А что в исламе говорится об убийстве? Убийство в исламе осуждается, так же, как и в христианстве. Однако в ряде случаев, например, справедливая война, война оборонительная, защита слабых, убийство считается, к сожалению, необходимым фактором. Конечно, убийство – это грех, и этот грех, надо, скажем, в нем каяться. Но в ряде случаев неубийство является большим грехом, как в исламе, так и в христианстве. Непротивление злу насилием – периодически гораздо более печальная вещь, чем противление. Иначе бы не было бы уже, наверное, ни ислама, ни христианства, ни вообще каких-то стран. И на практике, надо сказать, крайне редко непротивление злу насилием. Встречается, что даже те религии, которые имеют славу самых миролюбивых, защищаются и защищаются вполне успешно. Какие основания у мусульман полагать, что из всех боговдохновенных текстов лишь священный Коран сохранил первозданность, а остальные тексты претерпели искажения? Это входит в базовые догматы исламского богословия, поскольку появление Корана с точки зрения мусульман и было вызвано тем, что Библия была искажена. А поскольку Коран – это последняя книга, которая дарована человечеству перед концом света, значит, ее надо сохранить от искажений. Мусульмане считают, что она не исказилась со времен Мухаммеда, поэтому является единственным неискаженным священным писанием. А что говорит об искажениях наука? – Наука не может давать оценку этим вещам, поскольку это область богословских диспутов, потому что это вопрос веры. Мусульмане верят в богоданность Корана, христиане в это не верят. Наука вряд ли может выступить арбитром в этом споре. – Я не совсем об этом. Возможно, существуют некие варианты текстов? – Вариации разных текстов Корана существуют, но, скажем, апокрифические Кораны распространены мало и особого влияния на умонастроение мусульман не оказывают. Равно как и не оказывают особого влияния на умонастроение христиан разного рода апокрифические Евангелии, которых тоже довольно много, но которые не пользуются, скажем так, большой популярностью. – Есть ли тенденция со стороны исламских институтов в России оказывать влияние на светскую жизнь? Ну, например, как это делает Русская Православная Церковь? – Ну, что считать влиянием на светскую жизнь? Поскольку, например, в ряде регионов России некие нормы шариат уже введены, скажем, в практику. Ну, например, в Чечне и в Ингушетии во время Рамадана мусульманского поста не продают спиртное и не показывают развлекательные передачи по местному телевидению. Также крайне рекомендуется проводить шумные свадьбы и иные увеселительные мероприятия. Кроме того, оттуда изгнан и горный бизнес как явление. То же самое сейчас в Дагестане происходит. Там могут не допустить какие-то поп-группы, которые с точки зрения мусульман своим поведением оскорбляют их религиозные чувства. Кроме того, де-факто существует многоженство. То есть оно не преследуется и не осуждается. А также в обязательном порядке преподается ислам в государственных средних школах. Так что в этом смысле влияние на жизнь, я думаю, есть. А преподавание основ православия недопустимо? Преподавание основ православия у мусульман мне не разделились по этому. Потому что мусульмане Ингушетии и Чечне, естественно, поддерживают преподавание основ православия. Поскольку в противном случае им самим запретят преподавать ислам. Тут ведь речь идет о преподавании религии в школе. Но мусульмане, например, из других регионов, где они составляют меньшинство, заявляют о том, что у них нет возможности преподавать ислам. Поэтому они не дадут православным преподавать православие. Чтобы сохранить определенный паритет. То есть те мусульмане, которые в большинстве на стороне православных в этом вопросе, мусульмане, которые живут в диаспорах, против. Такая сейчас, в общем-то, ситуация сложилась. Но, к сожалению, складывается впечатление, что значительная часть мусульман против. Поскольку тоже Совет Муфтифа России, который меньше четверти российских мусульман объединяет, обычно выступает от имени всех мусульман. Считает свои заявления, скажем так, точкой зрения всего мусульманского сообщества страны. Ну, с этим, понятно, ни церковь не согласны, ни другие мусульмане. И дискуссия, в общем, продолжается. Не знаю, чем она закончится. Все мы видим, что общество развивается. Например, вот в ближайший исторический период, буквально в прошлом веке, женщины получили массу прав и фактически уравнялись в правах с мужчинами. Многие теперь знают, что женщины, они тоже люди. А вот в исламе жесткая позиция по отношению к женщине, которая серьезно ограничивает женщину в правах. И мусульмане за это крепко держатся. Тому есть объективные причины? Мусульмане очень не любят идти в ногу, скажем так, с прогрессом. Главная задача мусульман, как я очередной раз скажу, так рефреном это проходит, сохранить чистоту веры, вносить минимальное количество изменений. Любое изменение воспринимается крайне отрицательно. Даже, может быть, такие безобидные изменения, как разрешить женщинам с непокрытым лицом ходить. Действительно, приверженность к традиции им очень сильная. И, в общем-то, меня лично за это мусульмане вызывают уважение. Другое дело, когда мусульмане пытаются эти обычаи перенести на людей других вероисповеданий, заставить покрывать лицо и носить такие одежды, допустим, христиан, как это бывает, например, при визите россиянок в Саудовскую Аравию. Туда приехали журналистки с наших телеканалов информагентств, на них надели эти глухие хиджабы, и они там ходили с покрытым лицом. Это, конечно, вызывает вопрос, могут ли мусульмане навязывать свои ценности другим. Или, как, например, периодически в Австралии и в Норвегии раздаются заявления, что женщины не должны носить мини-юбки и одеваться фривольно, поскольку в противном случае они не считаются порядочными женщинами с точки зрения мусульман. Определенного рода люди, даже муфти, высказывают такие точки зрения. Это, конечно, недопустимо. Мусульмане могут обращаться с женщинами, как они считают нужными, тем более сами женщины в большинстве случаев против этого не возражают, но переносить это на других, конечно, нельзя. В настоящее время мы наблюдаем развитие и подъем национализма в России. Причем, как это свойственно нашим СМИ, в наиболее отвратительном виде, когда националисты кого-то бьют и даже регулярно убивают. Однако тому есть серьезные причины. Ибо наиболее дикий национализм поднимали на окраинах. В Армении стараниями преснопамятного академика Сахарова, в Азербайджане, который не хотел слушать Сахарова и отдавать Карабах, в Прибалтике, на Кавказе, в Азии, везде. Усиленно пропагандировалась ненависть к России и русским. Русских отовсюду гнали прочь. Мы насмотрелись в сети роликов, где нацисты с воплями «Аллах Акбар!» отрезают головы русским солдатам. Национализм был использован для развала и уничтожения СССР. Теперь успешно применяется для развала России. Хотелось бы узнать, а как мусульмане к этому относятся? Что мусульмане говорят по поводу криков «Аллах Акбар!» при отрезании головы русского солдата? На это можно ответить, что я как исламовед, я таких людей знаю и их заявления читал. Но печально, что их заявления нередко так и остаются на страницах их газет с небольшими тиражами или каких-то областных телеканалов. Мнение этих людей, к сожалению, сейчас просто не слышно. Они есть, их, правда, становится все меньше. Например, можно отметить главу мусульман за Кавкази, шейху-лислам Аллах Шокюра Паша Заде, который огромное усилие приложил к тому, чтобы Карабахский конфликт не стал межрелигиозным. Он приложил усилия к тому, чтобы защитить русское население в Азербайджане, и там русские все-таки с криками «Аллах Акбар!» ниоткуда не выгоняли. Но таких людей, в общем, не так много, но они есть. И они, по сути, являются главным оплотом вот этого межрелигиозного мира. А так, к сожалению, да, есть мощная пропаганда о том, что вот Муфти Аширов тот же, выступая не так давно по НТВ, вообще из его слов следовало, что фашизм бывает только русский, националисты бывают только русские, что русские могут убить кого-то, потому что он другой национальности, что других народов этого в принципе нет. У нас любое нападение, если кто-то пострадал, например, или татарин, или таджик, или чеченец, то это обязательно на него напали скинхеды, обязательно из национальной ненависти. У нас вот, к сожалению, до решения судов, до ареста предполагаемых преступников уже заранее выносят вердикты, что это преступление на национальной почве. К сожалению, это действительно ситуацию раскачивает, и русофобия сейчас одна из главных проблем нашего общества. Что именно вопиющая русофобия, о которой многими общественными деятелями, религиозными проповедуются, она толкает многих людей действительно в скинхеды. Им хочется защитить свою нацию. А в скинхедах их, в общем, тоже ничего хорошего не ждет. И надо с этим, конечно, бороться. То, что национализм не только есть у русских, и не столько у русских. В общем-то, преступления, которые совершаются против русских, из националистических соображений, ничуть не меньше, чем то, что делают скинхеды. И среди скинхедов доли русских резко ниже, чем доли русских в среднем по стране. Это многонациональное течение. Это не русские фашисты. И не православные тем более фашисты. Они при расповедании в основном язычники. И об этих вещах надо честно говорить. Но говорить о них как-то... Ну, только сейчас стало принято наконец говорить. А вот еще пять лет назад это как-то считалось дурным тоном. Ну, как же. Как это большинство может быть притесняемо? Как же может быть большинство... Разве большинство может нуждаться в защите? Любое меньшинство по определению право. А большинство не право. Такая вот идея постоянно муссировалась. Подо все крики об империи и имперской русской нации как-то так получалось, что уровень жизни на окраинах империи, в той же Грузии, к примеру, был значительно выше, чем в Рязани. Так сильно притесняли грузин в СССР. Вот еще один вопрос. Разрешает ли ислам врать иноверцу? И если разрешает, то как можно вести с мусульманами диалог? Есть несколько случаев, при которых можно врать неверно. Самая распространенная из них военная хитрость. Полагаю, что не только мусульманам в данном случае можно врать противникам. Есть также такое явление, как благоразумное скрывание веры. У шиитов оно распространено, когда, в общем, человек может заведомо ложные сведения о своем вероисповедании излагать, при этом никаких проблем перед своей совестью не неся. Но это было нужно, когда шиитов преследовали, им просто надо было выживать. Ну и также есть различные многозначные вещи, как, например, на Папу Римского, когда полтора года назад была атака за то, что он цитату привел в своем выступлении, которое мусульман обидело, что после разъяснения одни мусульманские деятели сказали, что они удовлетворены этой ситуацией, и претензии здесь нет. И другие сказали, что никоим образом не удовлетворены, и теперь будут католиков активно уничтожать. Поэтому действительно с кем договариваться и с кем вести диалог. Потому что конкретный человек, например, иранский Аятала, ты с ним о чем-то договорился, он эту договоренность будет соблюдать. У него нет, в общем-то, оснований идти обманывать. Если ты с ваххабитами, в общем-то, ведешь какие-то переговоры, в общем-то, и в нашей новейшей истории эти случаи были, ну, результат может быть любой. Ты для них никто, ты вообще, так сказать, даже не человек. И никакие договоренности с тобой, конечно, соблюдаться не могут. Ну, это просто классическая военная хитрость. Но если тебе противник поверил, значит, он идиот, а ты умный. Ну, это, в общем-то, вся из этого логика. А вот можете ли вы выделить некие особые психологические качества, свойственные именно мусульманам? И вообще, можете ли сказать, что данная религия способствует развитию неких психологических качеств, свойственных именно мусульманам? Ну, сложно общий психологический портрет мусульманам дать. Мусульмане не очень разные. Потому что там индонезийский мусульманин мало похож на мусульманина, из Марокко мусульманина, из Сомалина, российского татарина мусульманина. Но у мусульман, наверное, в большей степени, чем у среднего христиан, сейчас присутствует, скажем так, обида на оскорбление в свой адрес или в адрес священных вещей. Мусульмане более остро, чем христиане, реагируют на антиисламские выступления. То есть, карикатуры небезызвестные датские, фильмы, осквернение Корана, это у всех мусульман вызывает солидарную, резко отрицательную реакцию. В отношении христиан такие вещи тоже делаются не менее редко, на самом деле, гораздо более часто. Однако, к ним то ли привыкли, то ли как-то уже, то ли ревность как-то стала ниже. Потому что, вот у нас была выставка «Осторожно, религия», которую разгромили. Ну, на мусульманской стороне бы, в общем, никто бы из ее строителей бы не дожил до суда и никого бы за это не наказали. Все бы поняли, что, в общем-то, сами виноваты. В этом смысле, конечно, мусульмане отличаются и их религиозность в среднем выше, чем у христиан, хотя у православных христиан она не ниже, чем у мусульман. Ну, вот за счет, конечно, деградации религиозной, католической, протестантской общины, которые сейчас не лучшее время переживают, и в Европе это очень заметно, что, конечно, на фоне таких секуляризированных европейцев, которые, в общем-то, от религии уже далеки, ревностные мусульмане выглядят выигрышно, ими, которые почтительно относятся к старшим, учтут свои традиции, рожают много детей, знают, чего они хотят. Конечно, они легко занимают доминирующие позиции. Если европейцы не одумаются, то, в общем-то, скоро ситуация будет другая, и культура европейская скоро будет по-другому называться. И кричать будет Алла с башни Эйфеля Мулла. Придут просто демократическим путем к власти, когда мусульман будет определенная доля населения, и просто демократическим путем придут к власти, и демократию отменят. Все будет красиво, законно и предсказуемо. Применительно к известным карикатурам. Духовный лидер ислама, известный Айталах Амини, приговорил писателя Салмана Ружди к смерти. То есть, любой мусульманин, увидевший писателя, обязан его убить. А вот если он его увидел и не убил, он плохой мусульманин? Не любой мусульманин должен убить Салмана Ружди, а только тот, кто признает эту фетву. То есть, человек, который считает для себя покойного Айталах Амини авторитетом, настолько солидным авторитетом, что готов в исполнении его фетвы убить Салмана Ружди. Таких людей, кстати, довольно много. И уже более десятка человек, причастных к деятельности Салмана Ружди, погибли. В результате вот этого, скажем, богословского заключения. Ну, это лишнее доказательство того, что не надо оскорблять религиозные чувства, пусть даже в шутку, пусть даже там всех религий ислама в том числе. Надо все-таки понимать, что для человека могут быть вещи более ценные, чем собственная жизнь, чем семья, религия. Если человек может простить оскорбление, нанесенное своей матери, он запросто не простит оскорбление, нанесенное своей религией. Эти люди, которые это не понимают, просто играют с огнем. Я не сочувствую Салману Ружди и считаю, что очень поделом он за это получил. То, что он ведет свою жизнь сейчас под этим приговором смертным. Хотя, конечно, есть случаи другого характера. История с карикатурами несколько другой имела характер. Действительно, в датских газетах было опубликовано 12 карикатур обидного, но не оскорбительного для мусульман содержания. А местный имам, ваххабит, Аль-Лабан, дорисовал три карикатуры лично, самого гнусного характера, с зоофилическими мотивами, в том же стиле, что и предыдущие 12. Положил их в одну папку и специально объехал все мусульманские страны, чтобы показать, до чего датчане дошли. И волнения мусульман были связаны именно с его карикатурами, а не с датскими. Потому что, ну, понятно, что люди не разбирались там, что и как, что у карикатуры было не 15, а 12 на самом деле. Погибло более 300 христиан в результате этого. Многие из которых, например, нигерийские христиане, ни о датской этой газете не слышали, ни о самой Дании. Но, к сожалению, для большинства мусульман все христиане одинаковые. Это мы знаем, что у нас есть православные, это не одно и то же, что и католики, и свидетели Иеговы. Но для мусульман все христиане на одно лицо. Для подавляющего большинства христиан. И подавляющее большинство мусульман считают, что центр мирового христианства это Ватикан. Поэтому, когда над ним знамя ислама будет поднято, тогда, в общем-то, это ознаменует победу ислама во всем мире. Такая точка зрения радикальных представителей исламского сообщества. А сколько все-таки девственниц приходится на одного шахида? Почему именно столько? Всегда ли их хватает? Ну, это сложный богословский вопрос. Его по-разному трактуют. Одни богословы трактуют его буквально, считая, что это действительно женщины человеческого рода. Другие считают, что это джинны женского рода, джинни. Третья, чья позиция мне лично ближе, считает, что это некое иносказание. которое было необходимо для приобщения к исламу, скажем так, арабов седьмого века. Сложно сказать, как на самом деле. Надо четко понимать, что в ряде, в том числе и базовых моментах исламского вероучения, могут существовать разные точки зрения, и ни одна из них не будет считаться неправильной. Они могут просто в качестве богословской теории присутствовать. Одним нравится действительно считать, что это реальные девственницы. Другие видят в этом некую аллегорию. И кто из них ближе к истине, я не берусь судить. Действительно ли мусульманин обязан ко времени молитвы бросить все дела и начать молиться? Есть ли причины, которые позволяют не молиться? Позволяются пропустить, если причина уважительная. Не просто лень совершать намассы, те лени было вставать с кровати, а какая-то действительно серьезная встреча по работе. Например, на войне большие послабления есть. Путешествия можно намаз совершать реже. Также можно не поститься, если на пост какие-то выпадают, например, тоже события, как война. Ну, желательно компенсировать те дни, которые ты не постился, в другое время года. Возможно ли примирение суннитов и шиитов? Теоретически возможно. И в некоторых случаях они находятся в примиренном состоянии, как, например, в Азербайджане. Но, к сожалению, противоречия между ними искусственно разжигаются и вряд ли в ближайшем будущем какое-то массовое примирение состоится. Ситуация в Ираке, к сожалению, резко отдаляет это возможное примирение, когда взрывают мечети, потому что это последняя стадия ожесточения, когда взрывают мечети. Нормальный мусульманин никогда не тронет храм монотеистической религии. Ни христианский, ни мусульманский, ни уидейский. Просто немыслимо. Если люди это делают, это, значит, самые такие дикие ваххабиты. В чем разница между талибом и ваххабитом? Талиб вообще переводится как студент. Татар они называются шакирдами. Сейчас, конечно, под талибами понимают члены движения Талибан, которое изначально, кажется, состояло из студентов пакистанских мадреса. Но если имеется в виду талиб из движения Талибан, то, по идее, талиб может и не быть идейным ваххабитом, но, по сути, большая часть членов этого движения так или иначе на ваххабитов работает и распространяет их ценности. Действительно, немалая часть людей просто не делает разницы между ваххабизмом или другими направлениями сунизма, не понимая, в чем эта разница заключается, им кажется, что то, что они проповедуют, это просто ислам с большой буквы изо всяких направлений. Не делят мусульман на ваххабитов, не ваххабитов, читая, в общем-то, свою точку зрения единственно верное. И сами себя не идентифицируют как ваххабитов. Кстати, наверное, половина ваххабитов сейчас себя ваххабитами не считает, называя себя или просто мусульманами, или мусульманами, которые вне масхабов действуют, или чистыми мусульманами. Ну, как правило, просто называют себя мусульманами. А что побуждает исповедующих ислам заявлять, что ислам самая справедливая религия? Ну, одной из высшей ценностей ислама, если не высшей ценности, является установление справедливости. Бог в первую очередь в исламе он справедлив. Если в христианстве Бог это любовь, то в исламе Бог это в первую очередь справедливость. Что позволяет, в общем-то, мусульманам делать на это акцент. Спасибо, Роман Анатольевич. Ну вот, собственно, на сегодня все. У нас в гостях был Роман Анатольевич Силантьев, русский ученый, кандидат исторических наук и сломовед. До новых встреч! Мы этим детям зла не желали. Мы просто хотели остановить войну. Они, конечно, знают, что, на что они идут, но вроде как так оговаривая, что у них намерения были самые лучшие, они перед своей так себе совесть очищают. То есть, людей есть определенная теория. Эта теория категорически противоречит той теории, которой нормальные люди, скажем так, придерживаются, не террористы. Террористы, как и шизофреники, они довольно логично имеют внутреннее построение своей идеологии. И надо сказать, что переговоры вести с ними именно поэтому бесполезно. Потому что они скажут, что теракт, мы здание, когда захватили самолеты, мы хотели уничтожить жидомасонскую верхушку. Ну, то, что у них там не оказалось, это, в общем, так получилось. Мы никакого зла не желали тем людям, которые, простые люди, были в этих зданиях. А другие скажут, а почему они простые люди? Они ведь американские налогоплательщики или российские налогоплательщики. На их налоги бомбят потом Ирак, вводят войска в Чечню. Любой человек, который платит налоги государству, полностью ответственен за его преступления. Они никакие не мирные жители. Они источник дохода для антиисламских акций. А что мы теракты совершаем? А у нас нет ядерного оружия, поэтому вынуждены воевать так, как можем. Или вот, например, говорят самоубийцы. Шахиды-самоубийцы. Совершенно некорректное название. Самоубийцы – это тот, кто хочет со своей жизнью свести счеты. А эти так называемые шахиды хотят уничтожить противника ценой собственной жизни, как это делали японские камикады. За ними на камикады они самоубийцы. И никакого тоже греха нету, когда Матросов бросился на дот, он же не был самоубийцей. У него уже не было желания таким образом свою жизнь никчемную закончить. У него было желание помочь выжить своим однополчанам. Так у этих людей. Они считают, что таким образом они попадают, естественно, в рай через самопожертвование, совершая такие подвиги. И это на самом деле теория довольно распространена, она опирается на серьезные богословские сочинения, и те мусульмане, которым с этим не согласны, не могут эффективно оспаривать эту точку зрения. К сожалению, такая проблема существует. Тогда напрашивается другой вопрос. Ислам оправдывает терроризм? Ислам, он разный, он очень разный. Мы, например, выделяем мусульман традиционных. Конечно, это может не очень удачный термин, но те мусульмане, которые живут с нами бок о бок и камни за пазухой не держат и считают, что с христианами можно нормально жить в одной стране и вместе за эту страну сражаться с точки зрения христиан. Это и есть настоящие мусульмане. Это и есть истинные представители исландской религии. Те же мусульмане, которые хотят их уничтожить только за то, что они христиане. Естественно, нормальными мусульманами восприниматься не могут. Но это опять-таки субъективная точка зрения христиан. Как это есть на самом деле, сказать сложно. Я могу изложить только разные версии этого события и, к сожалению, даже среди ведущих мусульманских богослов разночтение серьезное поэтому возникает. Хотя, на самом деле, самое печальное, что по опросам населения среди мусульманских богослов в мире самый популярный Бен Ладен с большим отрывом. Даже когда в Московской соборной мечети проводили опрос, он на третье место занял по своему авторитету среди прихожан. Это, конечно, очень печальная тенденция. Хотя, конечно, он никакой не богослов и богословских заявлений делает довольно мало. Но многие считают, что это такой рыцарь, борющийся с шайтанским западом, западной цивилизацией, которая изначально враждебна исламу, а в борьбе с ней любые методы хороши. Что сами американцы, европейцы не стесняются в средствах, когда бомбят Ирак или Сомали, то, в общем-то, и борясь с ними тоже можно в средствах не стесняться. Так что, для кого террорист, а для кого национальный герой. Вот такая тут, к сожалению, логика. Стало быть, при отсутствии единого руководства и четкой иерархии, это, получается, некая сетевая структура, которая работает совсем не так, как мы привыкли видеть. Нет зловещего вождя во главе полчищ самоубийц, отсутствует конкретный вождь, то есть, тот же Бен Ладен, он не руководитель, а некий герой. А есть ли способы борьбы с подобной организацией процессов? Ну, если честно, это не лечится. Тут есть заболевания, которые можно, как, например, спит или псориаз, поддерживать какими-то лекарствами в определенных рамках, в условиях демократического общества вообще невозможно бороться с терроризмом, в условиях общества тоталитарного тоже стопроцентного успеха достичь нельзя. Структура действительно сетевая, единого руководства не имеющая, и что самое печальное, неуправляемая. То есть, грубо говоря, идеологи этого движения могут отдать команду вперед, но отдать команду назад они уже не смогут. Вот памятный муфти Ахмат Кадыров, когда в 95-м году объявил Россию джихад, все полевые командира это дело категорически приветствуют. Когда в 99-м году он перешел на нашу сторону и призвал чеченцев воевать против Масхадова, большая часть полевых командиров объявила ему священную войну. Вот классический пример. То есть, если завтра Бен Ладен скажет, что давайте дружить с Америкой, мы тут посовещались и решили, что это будет правильно, никто его слушать не будет. То есть, пока он воюет с Америкой, он герой, как только он какие-то переговоры начнет о мире, его место займет кто-нибудь другой. То есть, тут сама идеология. И есть тоже ошибочное представление, что терроризм прямо зависит от бедности, что только бедное население идет в террористы, что если уровень жизни его повысить, все будет сразу хорошо. Честно говоря, это бред. У нас террористы, особенно их лидеры, это богатые, успешные люди, которые знают, чего не хотят. У нас из Бангладеша, исчат, я ни одного террориста не знаю, это самые бедные мусульманские страны. А вот Саудовская Аравия как раз всю элиту террористического движения и вырастила. Самая богатая мусульманская страна. И вкладывая деньги ошибочно в те регионы, которые повышенно имеют террористическую угрозу, тем самым просто эти деньги террористам передавать. Нередко прямым путем. Террористы стараются сами вербовать тех, кого нужно. Им, конечно, нужны люди бедные, готовые за 100 долларов заложить фугас, но это просто расходный материал. Они особой роли там не играют, они могут любого нанять на это. Но идеологи или просто даже среднего звена руководителей это люди не глупые, образованные, не бедные. И бороться с ними по сути можно только профилактикой. То есть поддержкой традиционного ислама, запретом подрывной литературы изначальной. А если уж они появились, выкорчевать их крайне сложно. Вот такой интересный момент. Советский Союз сокрушили не американские танки, а голливудские фильмы. Фильмы, имеющие свои задачи показывать сладкие сказки, оказали роковое воздействие на сознание целого народа. Конечно, усилия пропаганды не ограничиваются фильмами, но все же. Вам не кажется, что под напором культурной экспансии и западной пропаганды ислам рухнет точно так же, как коммунизм? Я думаю, что нет, поскольку ваххабиты, приезжая в США или выезжая хотя бы за пределы Саудовской Аравии в тот же Бахрейн, живут именно так, как показывают в голливудских фильмах, ни в чем себе не отказывают. Народ, в общем, не настолько благочестиво набожен, как хочет показаться. В общем-то, вообще, есть странное мнение, что в такого рода ваххабистских странах там все идеально, там нет преступности, там нет проституции, там нет супружеской неверности, но правда у нас, как в СССР, тоже, как известно, секса не было, пока не выяснилось, что все-таки был. Так, в общем-то, если поглубже покопаться в реальном положении, то многие интересные вещи скрывают, что это во многом показны добродетели. Что на самом деле, когда представители Саудовской Аравии приезжают в ту же Россию, вот у меня один знакомый с ними плотно общается, говорит, ни одного еще не видел, чтобы не заказал себе виски тут же, в первый же день. Так что голливудской пропагандой их ничуть не удивить. И вообще, на мой взгляд, американская пропаганда американских ценностей, она не очень успешна. У нас вот в свое время Макдональдсы активно рекламировали, а сейчас вот если девушку в Макдональдс ты пригласишь на ужин, это будет, видимо, последнее у тебя с ней свидание. Хотя вот если у французский ресторан ее позвать, или у грузинский, это будет расценено. Положительно. Вот Макдональдс категорически отрицает. Это к вопросу об успешности американской экспансии. Ну, а что до мигрантов, то по-разному в разных странах к ним относятся, потому что тут у мусульман в тех богатых странах, мы имеем в виду Персидский залив, нужен им дворник, например, или чернорабочий. Они приглашают филиппинца, индийца или кого-нибудь еще. Говорят, вот мы тебе заплатим хорошие деньги, пожалуйста, работай. А он говорит, а я хочу гражданином стать. Он говорит, если хочешь стать гражданином, два условия. А, принимай ислам и забывай о том, что ты индиец, филиппинец. А, б, имей полезную профессию. Нам не нужны чернорабочие граждане. Мы их наймем, они поработают, уедут обратно. В Европе ситуация другая. Вот нужен французам дворник, не работают за 500 евро местные, вызывают они из Алжира дворника или из Сенегала. Потом у него рождаются дети, привозят жену. А дети уже не хотят работать дворниками, а часто вообще работать не хотят. И вскоре один вывезенный, одна, так сказать, дешевый чернорабочий, вывезенный из Сенегала или Алжира обходится казне дороже, чем два или три француза коренных. То есть на его семью тратится больше денег, чем, в общем, на профессора французского. А поскольку улицы подметать некому, надо еще одного чернорабочего дешевого завозить. И ситуация опять повторяется. А поскольку эти люди категорически ассимилироваться не хотят, они живут в своих кварталах, живут в своих анклавах, где и французского языка они знают, и английского, у них свои обычаи. Местные полисмены туда лишний раз стараются не заходить. И обнаруживается, что в обществах, европейских обществах, в обществах цивилизованных, в котором права человека очень многое значит, сконцентрировались наиболее агрессивные представители тех же мусульман. Потому что наиболее велика доля ваххаббитов не среди населения Саудовской Аравии, а среди населения Лондона, например, или Парижа. Многие из этих людей были депортированы из своих стран за экстремизм, даже из той же Саудовской Аравии. Надо сказать, что и в Эмиратах, и в Аравии, и в Катаре очень жестко следят за тем, что проповедуется в мечетях, какой экстремизм допустим, какой не допустим, там тысячами имамов лишают работы. И все эти имамы куда едут? Потом едут в Европу, где занимаются тем, чем хотят. По уровню, скажем так, накала агрессии эти общества западноевропейские, мусульманские, просто аналогов в мире не имеют. Они сверх агрессивно настроят. Европейцы не знают, что с ними делать, поскольку поди их тронь, тебе же будет дороже. А поскольку они в размерах увеличиваются и требуют уже, например, Великобритании вести шариат параллельно с обычным законодательством и даже находят поддержку среди серьезных людей, это наводит на совсем уже мрачные мысли о будущем Европы. Вот есть такая книга «Мечать парижской богоматери» такой Елены Чудинова. Там один из возможных сценариев будущего описывается. Рекомендуете к прочтению? Рекомендую к прочтению тем, кому интересны альтернативные варианты развития Европы. Хотя сама Елена Чудинова говорит, что не верит в такое все-таки. Будущее считает, что это скорее роман-страшилка, нежели чем. Роман-предупреждение, нежели реальное развитие событий. Хотя надо сказать, что о мусульманах там отзываются неуважительно. Поэтому не рекомендовал бы книгу читать тем, кто может обидеться такие вещи. Да, перспективы безрадостные. Но это в Европе. Нам интересно, что происходит в России. Хотелось бы узнать, какова история ислама в России и какие перспективы у нас? История ислама в России, опять-таки, как ни странно, неизвестно, с какого года можно начать отсчет истории ислама в России, поскольку бытует версия, что это вот год, когда седьмой век, когда дошли первые арабские войска до Дербента и повернули оттуда обратно. Кто-то считает точкой отсчета год принятия ислама в Волжской Булгарии. Это десятый век. Кто-то считает, что именно с присоединения Казанского и Астраханского ханства и со времен Ивана Грозного как раз в состав России влились крупные группы мусульман. Спорный вопрос. Кто как, так сказать, кому как нравится, тот так и считает. Но мусульмане появились у нас много веков назад, не вчера отнюдь. Жили с ними по-разному. Конечно, времена Ивана Грозного мусульман не сильно любили. В общем-то, часто можно прочитать в мусульманских источниках, что было насильственное крещение, мусульмансиатически притесняли. Но, с другой стороны, если сравнить с тем, что происходило в Испании во время реконкисты или в Турции, сколько там осталось соответственно мусульман и христиан, можно сделать вывод, что даже во времена Ивана Грозного у нас был верх толерантности по отношению к людям другой веры. Дело в том, что православная церковь никогда не считала возможным насильно обращать свою веру других людей. Даже и пословица такая была, что не вольник, не богомольник. И воевать с людьми только на том основании, что они не православны. То есть, миссия осуществлялась в подавляющем большинстве случаев мирными путями, ну, а отступления от этого все-таки преследовались. Миссия велась мирно. Именно поэтому, когда мы говорим, что в истории России не было религиозных войн, имеется в виду, что не было двухсторонне религиозных войн. Двухсторонне религиозные войны, например, реформация и контрреформация, это крестовые походы и ответный джихад, объявленный крестоносцем. У нас не было войн, в которых обе стороны воевали бы за распространение своей религии. То есть, когда у нас воевали с имамом Шамилем на Северном Кавказе, с ним не воевали, как с мусульманином, с ним воевали, как с сепаратистом или там антироссийски настроенным, абреком. А сам он воевал, как с неверными, которые агрессивную политику в отношении ислама проводят. Если, например, Емельян Пугачев заявлял, что он воюет за интересы старой веры или Степан Разин, а Салават Кюлайф тоже объявлял джихад Екатерине, то воевали с ними не как с мусульманами, не как с старобрядцами, воевали с ними как с бунтовщиками. То есть, воины не носили двухсторонне-религиозного характера и геноцидом не сопровождались. Постепенно политика по отношению к мусульманам стала выравниваться, и вот как раз Екатерина и выстроила фундамент того здания, в котором мусульманам было комфортно жить до 1917 года. То есть, в 1789 году было создано первое управление мусульман, Оренбургское Магометанское духовное собрание. Возглавил его офицер кадровый, царская армия мусульманин. И в дальнейшем, в общем-то, из мусульман наиболее лояльные Россия люди выдвигались на посты высокие, получали жалования. Вот муфти этого Оренбургского Магометанского духовного управления был приравнен к генерал-майору и получал соответствующее жалование. И на государственном довольстве стояли и более низкие чины, простые имамы, ахунды. И надо сказать, что мусульман мало ограничивали в царский период. Ислам стал, по сути, второй государственной религией вместе с православием. Мусульмане могли занимать высокие посты, генералами армии они были. Вот, например, на днях предложили назвать улицу в Москве православные люди в честь одного генерала-мусульманина хана Нахичеванского Гусейна, который был, который не предал Николая II и не присягал временному правительству и за это был расстрелян. Ну, вот человек до последнего сохранил свою верность власти, был генералом, но в то же время сохранил мусульманскую веру и никаким, естественно, санкциям за это не подвергался. На самом деле, мусульмане ценили такое отношение к ним, их вера ничем не ограничивала, и за исключением одного, они не могли вести миссионерскую деятельность среди христиан. Единственное было ограничение. Ну, что и понятно, для ни в одной сейчас во-не многих мусульманских лидеров почитать, например, такой нижегородский есть деятель Умар Адрисов, он говорит, что вот там благословленные попами озверевшие русские, там резали детей в Казани. Вот такая у нас обида, это тот же самый терроризм, что вот Беслане захватили школу, что вот попы, значит, в Казани устроили бесчинство. Хотя вот если к истории обратиться, еще неизвестно, где больше было татар, на стороне Ивана Грозного или в Казани в тот момент. Это не была война межнациональная, межрелигиозная, надо заметить. Но пытаются ее преподнести как вот некую экспансию православных на исламские территории. И надо сказать, что действительно были обиды, и православные наносили обиды мусульманам, и взаимные обиды были. Но одно дело эти вещи постоянно распалять, а другое дело вспомнить о положительных все-таки исторических моментах, что все соседние народы имели друг друга, имеют претензии, сложно было вообще жить без каких-либо конфликтов. Но все-таки умные люди делают акцент на положительных аспектах, они разжигают вот эти вот обиды. Сейчас же, к сожалению, умные люди не доминируют в этой сфере. И что бы ты ни почитал, везде постоянно идет рефреном «Насильственно крестили», «Попы рвутся во власть», «Церковь хочет опять стать государственной», хотя «Церковь государственной» категорически становиться не хочет. Тот период, который был с Петра по 17-й год, был очень неприятным периодом в церковной истории, никто не хочет возвращения этого периода. Но тем не менее, вот приписывают какие-то, скажем так, намерения, и из этого выводят теорию, что вот православные, они вот агрессивно относятся к мусульманам, поэтому их надо уничтожить раньше, чем они уничтожат нас. И убивали, к сожалению, священников православных. На Северном Кавказе погибло четыре православных священника, еще около десяти получили ранения или побывали в плену, взрывались храмы, и много, в общем-то, было сделано для того, чтобы стравить православных с мусульманами. Но слава Богу, что удалось эту ситуацию как-то стабилизировать, но тенденции крайне неприятные. То есть, с каждым месяцем, с каждым годом нарастает взаимная неприязнь между православным и мусульманским сообществом. И во многом, конечно, это заслуга средств массовой информации, которые дают, как я еще раз повторю, площадку для выступления тем людям, которые не укрепляют мир, а разжигают вражду своими заявлениями. То есть, это получается, что наше государство вообще никак не противостоит зловредному влиянию на массы? Государство пытается этому противостоять, но есть разные позиции. Потому что, как-то был я на одном совещании в администрации президента несколько лет назад, и там один высокопоставленный чиновник, рассказывая о нападении боевиков на Нальче, которое было в 2005 году, заявил, что мы же сами в этом и виноваты, это наши дети, это ментовские беспределы, их довели, они были вынуждены так восстанавливать справедливость. Когда я бы, так сказать, обратил внимание, что почему-то в Рязани или в Твери жители не нападают с гранатометами на мирные города, пытаясь восстановить справедливость, они же не напали ни на военный городок, ни на мирный город, Нальчик, да еще и во время месяца Рамадан. Ну, мне было сказано, что все же религии призывают подставлять правую щеку, когда тебя по левую ударили, и вообще все религии, они сугубо пацифистичны. Между тем, вот межлигиозный совет России, межлигиозный совет СНГ призывал террористов уничтожать, уничтожать вместе с пособниками, и никаких, в общем-то, проблем ни у одной религии с этим нет, и даже буддисты это сугубо поддерживают, поскольку люди по-хорошему не понимают, к сожалению. Если есть возможность с ними говорить, с ними надо говорить, но обычно такой возможности не возникает. Когда люди нападают на города, не надо их увещевать. Надо увещевать уцелевших и захваченных в плен в данном случае. Но, к сожалению, не все это понимают, некоторые считают, что этим людям надо просто платить дань, потому что государство может придерживаться трех моделей помощи мусульманам. Одни мусульмане, когда им даешь государственные деньги, скажут тебе спасибо, мы и так работали на страну, мы и так патриотароссии, но дали деньги, спасибо. Другим можно дать денег, сказать, вот вы поддержите нас на выборах, сделайте то-то, то-то, и то-то, вам дадим денег. Они скажут, хорошо, сделаем. А третьи мусульмане, взяв эти деньги, скажут, ну вы нам дань заплатили, спасибо, но вы заплатили мало и будете со следующего года платить больше. Мы вам за это ничего не сделаем хорошего. Это просто в эти деньги нам платить обязаны. К сожалению, сейчас государственная помощь, которая поступает мусульманам, есть специальные программы поддержки, в частности, мусульманского образования, мусульманской науки, и государство тратит значительные средства на это, понимая, что или оно будет вкладывать деньги в мусульманское образование, или это сделает Саудовская Аравия. Тут, в общем-то, вариантов нет. И для собственной же безопасности оно этим занимается. Но одни муфти действительно на страну работают. А вот, например, есть такой в Саратове муфти Мукадас Бебарсов. Он получает, в общем-то, помощь из областного бюджета, из федерального, но после выборов президента заявил, что они сфальсифицированы. Вот такая вот благодарность государству за его поддержку. Ну, конечно, было бы логично, после этого не копейки денег больше от того самого сфальсифицированного президента не получил. И, к сожалению, резкие выступления не только в адрес православной общины идут, и в адрес властей, которые более чем лояльно относятся к мусульманам и помогают им гораздо сильнее, чем, в принципе, могли бы помогать. В тех же, например, мусульманских странах государство гораздо жестче контролирует ислам и нередко напрямую вмешивается в мусульманскую политику, даже когда там ислам отделен от государства. Именно из соображений собственной безопасности. У нас это вмешательство минимально. Хорошо это или плохо, но пока же это, думаю, самое ближайшее будущее. Однако, перейдем к вопросам. Всем известно, что цивилизацию нашу в настоящее время двигает Западная Европа и США. А по странам исламским как-то не видно, чтобы они куда-то двигали прогресс. А вот у нас ислам как-то взаимодействует с наукой и с внедрением результатов ООН. У нас довольно много ученых мусульман, хотя, к сожалению, доля ученых в мусульманском мире все-таки заметно ниже, чем в мире западном. Хотя это было не всегда. В средние века мусульманский мир как раз славился своими учеными. Целый ряд наук были основаны мусульманскими, даже богословами, не просто естествоиспытателями. Но принято считать, что монголо-татарское нашествие, во время которого был уничтожен Багдад и положило конец вот этой эпохе. После этого развитие мусульманской цивилизации в этом направлении пошло как-то под откос. До сих пор мусульмане не могут отправиться от тех событий. И, конечно, ислам с одной стороны развивается, высокая рождаемость, высокая религиозность, с другой стороны деградация в богословии, деградация в искусстве, деградация в науке. До сих пор, к сожалению, происходит. А что мешает приверженцам разнообразных ветвей ислама сплотиться и прекратить резать друг друга? Ну, хотя бы перед лицом общего врага, как в Ираке против США. Ну, к сожалению, в том же Ираке для многих мусульман, ваххабитов, сосед шиит, гораздо вредоноснее американского морпеха. И он считается первоочередной целью для уничтожения. Как особо опасный, скажем так, неверный. Поэтому вопрос о том, чтобы как-то объединиться против кого-то, не встает. Когда нападали на Ирак, многие мусульманские страны встали на сторону Америки. Та же Саудовская Аравия, я думаю, это дело поддержала. Если случится что-то с Ираном, Саудовская Аравия это будет только приветствовать. Поскольку нет общей исламской солидарности, честно скажем. Это миф. А насколько сильно влияние зарубежных исламских организаций на исламские институты в России? И насколько подрывной характер оно имеет? К сожалению, это влияние значительно. И когда-то оно было просто доминирующим. Когда государство не помогало мусульманам. Сейчас ситуация немного выровнялась, когда на один рубль, выделенный государством, приходится где-то 30 копеек зарубежных. Но раньше ситуация была обратная. И многие российские муфтияты, политические структуры, учебные заведения были просто филиалами зарубежных, в основном арабских сил, скажем, групп влияния. И многие из них сейчас закрыли. И многие эти партии распустили. Но проблема, в общем-то, остается. Влияние значительное. Сказать, что у нас удалось завербовать мало представителей руководства российского ислама, это будет неправда. И завербовать, к сожалению, удалось очень многих. И они до сих пор, честно, отрабатывают свои деньги. В России, как мы знаем, все и всегда завязано на вождей. Раньше были цари, потом Иосиф Виссарионович, ничего нового мы не видим и сейчас. Вот при всем при том, что творится в исламе, есть ли в России некий центр, руководящий нашим исламом в целом, который держит определенные вещи под контролем и не допускающий опасных для государства проявлений. К сожалению, единого центра нет и в ближайшее время не предвидится. В принципе, в России никогда не было единого центра мусульман. На, скажем, на 17-й год у нас было четыре независимых мусульманских структуры, на 91-й год было тоже четыре, только с другими границами. На территории собственной Российской Федерации в 91-м году осталось две мусульманские структуры. Одна объединяла в основном татары башкир, имела центр в Уфе, называлась духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири. Туда же входила Украина, Молдавия, мусульманские общины, Прибалтики, даже Финляндия. А вторая структура духовного управления мусульман Северного Кавказа объединяла мусульманские народы Северного Кавказа. За Кавказией была своя структура управления мусульман Кавказа она сейчас называется. Эти структуры всегда действовали параллельно и не входили одна состав в другой. Но после того, как к нам пришло зарубежное влияние, приехали эмиссары, у нас тут же начались расколы в этих муфтиятах. В 89-м году еще, когда был Советский Союз, развалили сначала духовное управление мусульман Средней Азии, потом через несколько месяцев по такому же сценарию развалили духовное управление мусульман Северного Кавказа. А Уфимское духовное управление, которое возглавлял тогда и сейчас возглавляет верховный муфти Талгат Аджудин, продлежалось до 92-го года. К Аджудину подошли арабы специально обученные, предложили ему денег, много денег, за то, что он отдаст им на откуп весь процесс образования исламского возрождения. Он отказался. Тогда они без труда нашли подходы к его ближайшим ученикам и соратникам, которые его предали. После этого пытались 15 лет активно его смещать с его должности. Он, конечно, тяжелые потери понес, но удержался. И из-за этого все средства массовой информации оказались просто перенасыщены разного рода чернухой о лидерах российского ислама. Такие демонстративные выносы грязного белья на всеобщее обозрение. Даже апелляции были к православной церкви с просьбой поддержать одних мусульман против других. Я уже молчу. Как часто власти правоохранительные органы о том же просили. Все это привело к тому, что авторитет духовенства как такового очень сильно упал. Почти все муфти, за исключение мусульман Северного Кавказа, в той или иной степени скандально приобрели окраску. До сих пор это, к сожалению, до сих пор имеет место быть. И на этом фоне, конечно, прекрасно себя чувствуют те деятели, которые говорят, что муфти это так. Это госчиновники, по сути, не надо им подчиняться, подчиняйтесь нам. Мы правильные мусульмане, мы лучше знаем, что надо. Сейчас, конечно, кризис власти. На данный момент у нас четыре центра российского ислама. Из них три центра признаются властями. Это Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который сейчас муфти, Карачаева, Черкесии, Исмаил Бердиев возглавляет. Это Центральное духовное управление мусульман России, которое возглавляет верховный муфти Талгат Таджуддин, его центр в Уфе находится. И Совет муфтиев России, который возглавляет московский муфти Равиль Гайнудин, бывший сподвижник Талгат Таджуддин. Они находятся в Москве. И вот эти три структуры, в общем-то, когда президент встречается с представителем мусульман, он встречается с тремя Татарстана, который, в общем-то, по сути, самостоятельная фигура в исламском сообществе. Также есть несколько муфтиятов, которые не входят в эти центры и действуют самостоятельно. Попытки объединить мусульман под едином руководством предпринимались несколько раз, но заканчивались очередными скандалами. И сейчас, по-моему, желающих заняться этим снова не наблюдается, поскольку вероятность успеха крайне мала. И президент на тот момент еще Владимир Путин высказывался, что государство не будет вмешиваться внутренние дела мусульмана и какого-то единого для них муфти избирать. Ну, поэтому так у нас, наверное, и будет неопределенное долгое время. 65 муфтиятов, 65 муфтиев, это больше, чем, по-моему, во всех арабских странах вместе взятых. И авторитет, конечно, из-за этого падает. Потому что муфтиев становится все больше, а авторитет у них, к сожалению, становится все меньше. В том числе и по их собственной живине. Ну, и, конечно, и ваххабиты все усилия для того, чтобы дискредитировать людей, которые хоть малейшую лояльность высказывают. Вот, недавно был очень показательный случай в Татарстане. Первый заместитель муфтия Татарстана Валюла Якупов, прекрасный богослов и издатель мусульманской литературы, призвал мусульман выполнять решение суда и уничтожать литературу, признанную экстремистской. То есть, призвал российских граждан выполнять российский закон. За это ваххабиты подняли бунт в муфтияти и его сняли с его должности. Вот такая вот у нас интересная вещь произошла в современной России. То есть, человек пострадал за то, что призывал соблюдать российский закон. Это было интерпретировано как антиисламская пропаганда. И таких людей, к сожалению, как он, довольно мало и удары они со всех сторон получают. И, честно говоря, государство могло бы все-таки как-то посильнее поддерживать, поскольку это его главная опора в исламском мире. Следующий вопрос. Интересует исламская точка зрения на убийство. Такое впечатление, что в исламе убийство иноверцев вообще не считается грехом. В этом смысле христианство гораздо более мирная религия. Многие отказываются брать оружие в руки и служить в армии, потому что Господь запретил убивать. Конечно, убийство при определенных условиях допускается. Убивать это грех, говорят они, но это грех, который я беру на себя. А затем усердно молят Бога о прощении. А что в исламе говорится об убийстве? Убийство в исламе осуждается так же, как и в христианстве. Однако, в ряде случаев, например, справедливая война, война оборонительная, защита слабых, убийство считается, к сожалению, необходимым фактором. Конечно, убийство это грех, этот грех надо, скажем, в нем кается, но в ряде случаев неубийство является большим грехом, как в исламе, так и в христианстве. Непротивление злу насилием периодически гораздо более печальная вещь, чем противление. Иначе бы не было бы уже, наверное, ни ислама, ни христианства, ни вообще каких-то стран. И на практике, надо сказать, крайне редко непротивление злу насилием встречается, что даже те религии, которые имеют славу самых миролюбивых, защищаются и защищаются вполне успешно. Какие основания у мусульман полагать, что из всех боговдохновенных текстов лишь священный Коран сохранил первозданность, а остальные тексты претерпели искажения? Это входит в базовые догматы исламского богословия, поскольку появление Корана с точки зрения мусульман и было в мусульманской стороне, христианская миссия невозможна в полном объеме, а часто и просто запрещено. Это для внутреннего спокойствия государства такая мера предпринимается. И надо сказать, что не только хан Хичеванский не предал царя, а многие мусульмане на Северном Кавказе и Средней Азии тоже воевали до конца против новой власти. Им не нравилось то, что приходит. Но это с одной стороны. С другой стороны, большевики тоже смогли сыграть на чувствах ряда мусульманских деятелей и духовных, и общественных. В частности, стравить татар с башкирами им очень неплохо удалось. Убедить людей в том, что царская Россия была тюрьмой народов, и теперь это уже все будет хорошо. И первые 10 лет советской власти не было гонений на мусульман, иудеев, буддистов, были гонения только на православных. Но зато потом все очень быстро наверстали. И к началу Великой Отечественной войны у нас этот мусульманский центр внутренней России, который из Оренбурга переехал к тому времени в Уфу, был полностью уничтожен. В общем-то, практически всех или посадили, или расстреляли руководители. И были уничтожены все учебные заведения. Если православная церковь сохранила несколько академий, то у мусульман погибло все. И когда после войны решили новую систему духовных управлений создать, единственное медресе было открыто в Бухаре, и потом еще открыли исламский институт в Ташкенте. Вот на весь Советский Союз было два учебных заведения мусульман. И учились там преимущественно, конечно, среднеазиатские мусульмане. И когда Советский Союз развалился, мусульмане России оказались в критическом положении. Мечети стали открываться сотнями и тысячами, а кадров для них просто не было. Государству было не до помощи мусульманам, когда вообще никому не помогало, у него своих проблем хватало, тяжелых. Денег, естественно, не хватало, времена были, сами знаете, какие. И поэтому были вынуждены согласиться лидеры российского славы на то, чтобы их наиболее перспективные студенты учили за рубежом, где им предложили бесплатное обучение, питание, проезд и даже стипендию. Это потом стало ясно, что бесплатных сыр только в мышеловке бывает, что учили их там не на богослов, а на диверсантов в подавляющем большинстве случаев, что эти люди стали возвращаться обратно не после восьми лет обучения, как это положено, а после трех, четырех, а то и двух лет, усвоив какие-то азы арабского языка, какие-то азы ислама, ну и, конечно, прослушав курс по диверсионной деятельности, как идеологической, так и обычной. С этого момента ваххабизм, который присутствовал в российском исламе, как минимум с 19 века, стал активно распространяться. Тогда еще люди не знали, что ваххабизм это плохо, и терроризма тогда было значительно меньше. Но зато те мусульмане, которые традиционные, поняли, что ничего хорошего от ваххабитов ждать не приходится. Их просто выкидывали из мечети, а на Северном Кавказе убивали. Я составил такой список более 50 имамов и муфтиев только на Северном Кавказе погибло от таких сторонников чистого ислама. И привело это все к тому, что сейчас значительная часть учебных заведений, большая часть средств массовой информации, заметная часть мусульманских лидеров явно или не настолько явно, но тем не менее четко придерживаются ваххабитских идеологических постулатов. Причем многие люди придерживаются их даже не подозревая о том, что они это делают. Они не могут отличить ваххабизм от тех течений ислама, которые их предки исповедовали. Это, к сожалению, очень печально. А что именно входит в 8 лет обучения? В 8 лет обучения входит 3 года изучения арабского языка, только языка, чтобы владеть им максимально свободно и читать литературу в оригинале, а потом 5 лет собственно богословского образования. Это вот просто для имам Хатыба, для такого образованного имама. Богослову, конечно, учатся гораздо дольше. А где именно духовные лидеры проходили подготовку? Ну, как потом выяснилось, проходили подготовку не в университете Алясхар, который у нас ведущий сунитские учебные заведения, и не в шиитских университетах города Кум, недалеко от Тегерана. Проходили они подготовку в таких среднеспециальных заведениях, в Саудовской Аравии, в Кувейте, в Саудовской Аравии. Некоторые попали в Турцию, где их обучили другой направлению нетрадиционного ислама, различным пантюркистским сектам, которые, хотя ваххабитов и не любят, но не ваххабитов не любят тоже. Кстати, в Крыму тоже ситуация с нетрадиционным исламом очень тяжелая. На местных мусульман очень сильное влияние оказались, с одной стороны, пантюркистские группировки, которые заинтересованы в неком объединении всех тюрк под эгидой Турции как таковой и подводят под это религиозную базу в том числе, а с другой стороны непосредственно ваххабиты Саудовской Аравии. И сейчас значительная часть элиты мусульманской находится под влиянием или одной или другой группировки. Но между собой не договориться не могут о совместных действиях, поэтому во многом, на мой взгляд, поэтому в Крыму сейчас относительно спокойно и нет серьезных столкновений на межлегиозной почве. Хотя не так давно массово сносились кресты православные, крайне резкие высказывания в адрес православной общины делались. Причем не какими-то маргиналами, а легитимными представителями мусульманской общины. К сожалению, ваххабизация и радикализация сейчас являются нормой для многих мусульманских сообществ. Кто-то от нее страдает в большей степени, кто-то в меньшей. В нашей стране наверное наихудшая ситуация в Москве с этим состоит. Такое ощущение, что все основные идеологи стянулись именно в столицу нашей Родины этого течения. Если почитать мусульманские сайты, многие газеты, то действительно как-то нехорошо становится, что просто откровенные ненависти к инаковерующим и к инакомыслящим там сквозит в каждой статье. Переходя к ситуации в России, если это наблюдается повсеместно, то хотелось бы знать, как трансформируется исламское сообщество в России и к чему это ведет. Сначала оно трансформировалось, когда приходили молодые люди, обучившиеся в этих саудовских институтах, университетах МДРС выкидывали там бабаев, стариков из мечети говорили, что они никакие не мусульмане, не язычники, ислам только с ними и пришел. Кстати, хороший тест на то, является человек ваххабизмом или нет, надо его спросить, его предки, они были мусульманами? Если он вам скажет, что никакими они мусульманами не были, а были они полуязычниками, то с ним все понятно. Традиционные мусульмане никогда своих предков в неверии обвинять не будут. А ваххабитов как раз отличает такой нигилизм по отношению к своему прошлому. И считают, что ислам появился как ислам, как религия только с их приходом. А до этого это было непонятно, что такое. Непонятно, кто тут жил, непонятно, кто тут строил мечети, писал книги, медресе, основы. Это было листа с момента их приход. Хотя на самом деле довольно много признаков есть, но это один из самых главных. Вот такое отношение к своему прошлому. Нигилистическое. То есть, как мне кажется, это напоминает ситуацию с изгнанием ваххабитских радикалов из Саудовской Аравии в Лондон. Стой только разницы, что наши ваххабитские радикалы бегут с Кавказа в известную своим либерализмом Москву. И все это зреет теперь в самом сердце страны. Да. К сожалению, это так. Те вещи, которые нам заявляют каждый раз с экранов телевизоров. Но даже вот кого зовут на телевидении. У нас в России 65 муфтиев, но из них зовут муфтия нафигулу Аширова, который отсидел за грабеж и хулиганство и весь покрыт неавторитетными татуировками. Его любимое заявление о том, что мы вам православному вторую Чечню устроим, а потом кресты с герба снимем, а потом сами в анклавы жить уйдем, чтобы вы нас тут не трогали и свою службу безопасности заведем, который бы нас бы от вас охранял. Или вот Гейдар Джемаль, такой философ, у него что-то не заявление, а то 282-я статья. При этом удивительные вещи происходят, что люди с одной стороны борются с американским империализмом, как Гейдар Джемаль, и всячески его поносят, с другой стороны входят в руководство организаций, которые курируются, например, господином Каспаровым, который у нас не последние отношения к американским властям имеет, и входит там в Совет по обеспечению их внутренней безопасности. То есть, какие-то удивительные вещи происходят. И по эти заявления, к сожалению, от имени мусульмана транслируются. Такое ощущение, что неинтересно называть на центральное телевидение здравых представителей исламского сообщества. Действительно, они же ничего сенсационного не скажут, они скажут, что ислам это мирная религия, что мусульмане должны уважительно относиться к ним мусульманам. Но ведь это неинтересно, а призыв устроить православную вторую Чечню заведение основ в православной культуре. Это сенсация, от этого рейтинги растут. А то, сколько миллионов людей после просмотра таких шоу к мусульманам отношения меняют на резко отрицательное, в чем-то никто не думает. И вообще, проблема действительно в том, что если православный человек захочет что-то узнать об исламе, он натолкнется на того же Аширова, на того же Джемали и на те же ваххабитские сайты, где много чего интересного узнает о себе и о своей религии. И к мусульманам он от этого будет после этого относиться как к злобным сектантам агрессивным, а не как к представителям великой мировой религии. И как с этим бороться у нас, в общем-то, никто толком не знает. Хотя какие-то попытки предпринимаются, запрещают книги, пытаются профилактическую работу вести, но государство правильные меры предпринимает. Но проблема в том, что поздно оно их стало предпринимать. Их надо было не при Путине начинать, а при Ельцине и даже еще при Горбачеве, наверное. Боюсь, как бы не было слишком поздно в этом направлении. И как же, исходя из этого, строить взаимоотношения мусульман и немусульман в России? Ну, действительно, проблема, и для русской православной церкви огромная проблема объяснить своим прихожанам, что мусульмане не ограничиваются только Ашировым и Джемалем. Что, если и в историю посмотреть, многие мусульмане вместе с православными сражались и погибали за свою страну, и в атеистический период православных поддерживали. И сейчас те 50 имамов, погибшие на Северном Кавказе, они же, по сути, погибли за нас, они погибли за православных людей, уже выступали с предложением. Я вот могу от себя лично сказать, что государство могло бы их наградить посмертно орденами государственными и пенсии их семьям заплатить за то, что люди, по сути, как государевы люди погибли, выполняя свой долг, не допуская вот этого межрелигиозного конфликта, в который всех хотели втянуть. Ведь цель была, чтобы война была двухсторонней религиозной, чтобы и православные видели в террористах не боевиков без национальности и расповедания, видели бы в них мусульман, убивали бы их как мусульман. Вот к этому, в общем-то, хотели нас привести. Но пока, слава Богу, удается как-то ситуацию сдерживать, но надо, конечно, сильнее поддерживать традиционных мусульман, потомков, тех мусульман, которые веками жили вместе с православными, и никакого зла на них не затаивали. Если этих людей не поддержать, то межрелигиозная война совершенно неизбежна, потому что с ваххабитами никаких переговоров вести невозможно. Направление, как мы видим, крайне агрессивное. Но они ведь, по всей видимости, собираются не только убивать и резать, но и вербовать в свои ряды. Имеется ли какая-нибудь статистика перехода в ислам? Ну, действительно, в ислам люди переходят. Сейчас насчитывается около трех тысяч так называемых конвертов или конвертитов, то есть людей, перешедших в ислам, в первую очередь из христианства. Это очень мало. Дело в том, что, например, в буддизм или даже в различные направления индуизма, а индуизм никогда не был для России традиционной религии, перешло в разы больше людей. Даже в сектом Синрике в свое время вступило на около 10 тысяч человек. То есть трое больше, чем перешло за последние 20 лет в ислам. Но есть и обратный процесс с около полутора миллионов этнических мусульман покрестились за это время. Например, министр внутренних дел, он хоть и татарин, но он крещен в православной вере. Татарин. Таких людей, в общем-то, это не уникальный случай. Таких людей сотни тысяч и, наверное, больше миллиона. Хотя точно посчитать проблематично. Что же до русских мусульман и вообще новообращенных мусульман, то это специфические во многом люди. Они в наибольшей степени склонны к экстремизму. У кого-то это из-за синдрома неофита происходит. У людей новообращенных у них максимализм и нетерпимость свойственны во многих религиях, не только в исламе. Но некоторые люди идут в ислам сознательно, чтобы бороться с тем же, например, сионистским заговором. Можно легко проследить по их живым журналам, что человек сначала пытался с жидами бороться в православной церкви, потом обнаружил, что православная церковь к евреям отрицательно не относится, потом перешел в зарубежную церковь или в какие-то церкви катакомбные. И там оказалось, что нет антисемитизма. Потом пошел в язычество, в котором антисемитизм есть, но само язычество очень убогое. А потом понял, что радикальный ислам это самое то для борьбы с этими самыми людьми. Сейчас значительная часть руководства русских мусульман, которые объединены в ряд организаций, это бывшие и даже не бывшие скинхеды. К вопросу о русском фашизме и православном фашизме. Надо сказать, что среди русских мусульман руководство почему-то состоит в основном из нерусских людей. Там преобладают украинцы, армяне и евреи на данный момент. Русских там мало. Вот такие вот парадоксальные вещи и надо заметить, что они не придерживаются традиционных направлений ислама. Они или склоняются к каким-то хитрым формам шиизма или к ваххабизму или к другим формам ислама, которые у нас в России не были традиционно распространены. Им хочется как-то выделяться из общей массы мусульман. Им кажется немодным ходить в одни мечети с татарами, в одни мечети с азербайджанцами. Они создают свои собственные общины. Даже уже доходят до того, что выдвигают требования такого типа, что раз русские титульная нация в России, так и российский ислам должны возглавлять русские, а не татары, например, или чеченцы. Сами мусульмане в среднем к ним относятся отрицательно. Но в других, к сожалению, случаях и в России в том числе эта группировка активно используется для террористической деятельности, поскольку люди с, скажем так, с немусульманской внешностью меньше подозрений, скажем, у правоохранительных органов порождают. Сейчас, если читаешь новость о задержании какой-нибудь крупной банды на Северном Кавказе, обязательно хотя бы один русский или украинец там есть для таких вот целей маскировочных. Ну, в общем, из этих трех тысяч русских мусульман поменьше имели 300 человек или в розыске находятся, или уже сидят за экстремистскую деятельность, или за террористическую. Из их среды вышло два имама. Один имам был в Тюмени, один в Пятигорске. Вот одного посадили сейчас, а другой условный срок получил. это, так сказать, стопроцентная в данном случае склонность к противозаконной деятельности. Ну, в общем-то, явление у нас это не очень значительно, и вообще в мировом масштабе, скажем, люди мусульманской культуры, этнические мусульмане чаще переходят в христианство, чем люди христианской культуры в ислам. Это, в общем-то, за счет Африки такой перекос имеет место быть. Ясно. Ну, и вдогонку о взаимных претензиях и обидах. Какие претензии есть у православных к ваххабитам? Действительно, вопрос о взаимных претензиях вопрос очень сложный, но обходить его все-таки не стоит. Потому что, ну, если взять ваххабитов, то, как вот, я так шучу, что ваххабизм это мирная религия, и ваххабитам нужен мир, весь мир. Они полагают, что весь мир обетованным Богом, и любая территория, заселена, если не ими заселена, то она заселена незаконно, это захватчики, а не ее коренное население. То есть, главная обида на то, что до сих пор им мир не принадлежит. Обида первая, она же главная. У других тоже могут исторические события, например, могут разжигать, скажем так, истерию насчет того, что русские вырезали в 16 веке почти все население Казани, а потом насильственно крестили. Татар. На Северном Кавказе это Ермолова могут вспоминать и депортацию. И всячески, ну, сейчас действительно, если вы скажете, я вас категорически приветствую. Земли наши, как известно, велики и обильные, а с порядком в них, как тоже известно, постоянные трудности. Причины трудностей не только в размерах родной страны. С недавних пор к ним добавились проблемы сперва национальные, а потом и религиозные. Как водится, граждане родной страны в ситуации разбираются неважно. С целью прояснить отдельные аспекты непростой ситуации у нас в гостях Роман Анатольевич Силантьев, русский ученый, кандидат исторических наук и сломовед. Говорить мы сегодня будем, как нетрудно догадаться, про ислам. Роман Анатольевич, народ интересуется различными аспектами ислама. Местность у нас православная, христианская. С исламом многие не знакомы даже понаслышке. Однако, в последнее время сталкиваются с ним все чаще. У людей закономерно возникают различные вопросы. Не могли бы вы хотя бы в общих чертах обрисовать нам, что представляет из себя ислам в целом? Ну, конечно, по мере своих скромных возможностей я постараюсь это сделать, но сразу хочу оговориться, что ислам это религия отнюдь не примитивная, и за одну лекцию, в общем-то, что-то подробно рассказать невозможно. Люди годами учатся исламу, многие учатся всю жизнь, и только тогда достигают определенного уровня. Но, тем не менее, целый ряд мифов и легенд, которые связаны с исламом, хотелось бы рассмотреть и по возможности опровергнуть, потому что важно понять, как сами мусульмане оценивают те или иные вещи, как сами они себя идентифицируют, и как они видят свою роль в этом мире. Ну, например, часто говорится, что ислам это самая молодая из мировых религий, но мусульмане с этим не согласятся, они считают, что ислам это изначальная монотеистическая религия, которая была Богом дарована Адаму и Еве, претерпевала многие искажения за это время, и порог Мухаммед просто внес последнюю корректировку в эту религию монотеистическую, и до конца света она должна оставаться в неповрежденном виде, то есть в том виде, в котором она осталась с его приходом. Ну, кроме того, мусульмане по целому ряду вещей мыслят несколько иначе, чем христиане и тем более буддисты. С одной стороны, ислам, кажется, религии хорошо известны, и многие мусульман знают лично, но с другой стороны, многие ложные сведения и ложные впечатления от ислама можно часто встретить. Ну, к сожалению, неизвестно, сколько точно в мире проживает мусульман, скажу больше, даже неизвестно, сколько проживает мусульман в России, хотя, казалось бы, такие очевидные данные должны быть общеизвестными, но часто они, в общем-то, в пропагандистских целях используются, поэтому мусульман в мире от 1 миллиарда 100 миллионов до полутора миллиардов. Ну, последняя цифра, конечно, в действительности вряд ли соответствует. Ну, то же самое и в России. Часто говорят о 20 миллионах мусульман в России, но по опросам их не более 7, а реально по разного рода совокупности источников около 10 миллионов. Ну, надо сказать, что в исламе, в отличие от христианства, нет понятия ереси в христианском понимании, нет столь выстроенной иерархии духовенства. Поэтому, если, например, глава римско-католической церкви, Папа Римский, высказывает какую-то точку зрения, эта точка зрения для всего миллиарда католиков становится обязательной. И любой из опрошенных вами католиков это подтвердит, поскольку Папа Римский имеет право от имени всех католиков какое-то мнение высказывать. Также вот предстоятель русской православной церкви, патриарх московский и всея Руси, может высказывать точку зрения православных людей, членов русской православной церкви, и эта точка зрения никем опровергаться не будет. В исламе нет людей, которые могли бы говорить от имени всех мусульман или хотя бы значительной их части. Каждый мусульманский лидер, а в первую очередь авторитетом в исламе пользуются люди не высоких духовных званий, а высокого образования. То есть в исламе есть культ учености. И чем больше знает человек, тем более он авторитетен и как богослов, и как духовный лидер. Но таких людей довольно много, и ни один из них не высказывает мнение даже 5% всех мусульман. То же самое касается некоторых базовых вопросов, когда говорят, например, ислам считает тот, или ислам тот не считает. Существует ошибочное мнение, что ислам это некая монолитная сила, это некое единое целое, все мусульмане солидарны, если не во всех, то во всяком случае в большинстве вопросов. В действительности это не соответствует. Исламский мир, видимо, един, но на самом деле разделен на очень много направлений, течений, движений. Это не ограничивается только делением на суннитов и шиитов. В исламе тысячи направлений существуют. Их, конечно, меньше, чем в православе, чем в христианстве или в буддизме, но тем не менее их довольно много. И поэтому по целому ряду базовых вопросов, например, допустима ли музыка, можно ли слушать музыку или музыку писать, в разных мусульманских богослов могут быть диаметрально противоположные точки зрения. Поэтому, когда вы ведете диалог с мусульманами, надо для начала выяснить, во что конкретно они верят, кто у них наиболее авторитетный богослов и с какого понимания ислама придерживаются они сами. Это одно из главных отличий, например, от христианства, ислама. К вопросу О. Сунниты и шииты. Кто они такие и какая между ними разница? Ислам делится на три основных направления. Из них более известны два. Это сунниты и шииты. Есть также хариджиты, более мелкая ветвь. Сейчас последователи этого течения называются ебадитами, доминируют только в государстве Амман на Аравийском полуострове. Их пренебрежительно мало соотносительно численности шиитов и суннитов. В остальном же около 90% мусульман являются суннитами, и около 10% шиитами. Но опять-таки существует мнение, которое в советских учебниках советского периода приводилось, что сунниты более ортодоксальные мусульмане, чем шииты, что шиизм это некое мистическое направление в исламе, которое как-то дальше отошло от ислама первоначального. На самом деле, эта точка зрения очень субъективная, с точки зрения шиитов они наиболее ортодоксальные мусульмане, с точки зрения суннитов большая ортодоксия у них. С точки зрения стороннего наблюдателя это неизвестно. Это, как говорится, каждый может выбирать сам, кого считать более традиционными мусульманами. Но вообще между суннитами и шиитами есть различия. Изначально они носили характер политический, вопрос о наследовании власти стоял ребром. В дальнейшем добавились еще и богословские отличия. Я не буду вдаваться в детали этих отличий, но могу сказать, что сунниты могут с шиитами уживаться мирно. В Азербайджане, например, они объединены в рамках одной религиозной организации управления мусульман Кавказа. Но в других случаях они абсолютно друг другу непримиримы, как мы это видим сейчас в Ираке. Шиитов существует довольно много течений в рамках суннизма, которые шиитов вообще не считают мусульманами, считают шиизм сатанизмом в рамках ислама и всячески призывают шиитов уничтожать. К сожалению, в России последователи этих течений есть. И самые яркие их представители это так называемые ваххабиты, о которых мы еще поговорим. То есть, исходя из того, что отсутствует иерархия духовного руководства, отсутствует единение точек зрения, если я правильно понимаю, священные тексты трактуются индивидуально. И если речь идет о том, что наибольшим авторитетом пользуются наиболее грамотные и начитанные люди, то имеет ли смысл вообще говорить о неком единстве внутри ислама? Все единство внутри ислама заключается в принятии шахада или свидетельства, которое на русский переводится наиболее корректно нет божества, кроме единого бога, и Мухаммед, посланник его, человек, провозгласивший это свидетельство с чистым сердцем, и в присутствии двух свидетелей, с этого момента становится мусульманином. Все остальное, как многие мусульманские богословы говорят, является уже деталями. То есть, вот это главный, скажем так, символ веры всех мусульман, и все мусульмане этот символ веры признают. Но по другим вопросам, естественно, возникает разночтение. Многие люди начинают знакомство с исламом, читая переводы Корана на русский. Я бы, конечно, не рекомендовал такой путь, поскольку Коран сама по себе книга очень непростая и должна, конечно, читаться в толкованиях. Просто переведенный на русский язык Коран в лучшем случае никакого представления об исламе не даст, а в худшем случае даст представление превратное. Кстати, значительная часть мусульманских ученых полагает, что Коран вообще нельзя переводить на другие языки, поскольку он написан в стихах, и при переводе на другие языки теряется или смысл, или вот этот размер стихотворный. А между прочим, изначально то, что Коран в хороших стихах был написан, был одним из главных доказательств того, что это богоданная книга. Поскольку пророк Мухаммед, будучи человеком неграмотным, конечно, сам не мог написать такую книгу. Это был один из главных аргументов в первые годы развития ислама. И мусульмане, конечно, к Корану относятся очень трепетно, и самое худшее, что может сотворить человек по отношению к ним, это осквернить Коран или высмеять его. Поэтому можно рекомендовать читать, конечно, толкование на Коран и хадисы. Хадисы тоже составляют важнейшую часть мусульманского наследия литературного. Это притчи, по большей части, многие из которых имеют авторство самого Мухаммеда. Кстати, одно из различий между шиитами и суннитами, что шииты признают хадисы только авторства Мухаммеда, а сунниты признают также и другие хадисы, которые были изложены со слов его ближайших сподвижников. То есть шииты признают сунну, но не в том объеме, в который ее признают суннитам. И эти хадисы тоже имеют важнейшую роль при определении отношений к тем или иным вещам. Например, можно ли употреблять алкоголь? Вот как вот этот вопрос ответить? В Коране по-разному это трактуется, и слово «вино», конечно, в Коране не употребляется. Употребляется слово, которое в переводе на русский означает одурманивающие вещества, опьяняющие вещества. И при более, скажем, подробном рассмотрении возникает вопрос, вот можно ли чай считать одурманивающим веществом, который содержит какие-то тонизирующие добавки, кофе. Или, например, кефир, который содержит 2 градуса алкоголя. Но вот с помощью хадисов и с помощью богословских исследований легко прийти к мнению, что запретным для мусульманина является то вещество, которое может ввести его в состояние опьянения. То есть, грубо говоря, пиво 2% теоретически человек опьянить может, а кефир нет. Поэтому кефир пить можно, а пиво даже 2% нельзя. И вот на основании этих хадисов тоже определенная логика вырисовывается в исламском богословии. Ну вот могу один хадис в качестве примера привести, что вот как-то к пороку Мухаммеду пришел один человек и спросил, можно ли как-то отмолить убийство, что оно, конечно, является грехом, но можно ли в этом покаяться. Он ему сказал, что можно покаяться, главное, чтобы сердце твое очистило, чтобы ты искренне раскаялся, помолился и можешь жить дальше. И в тот же день к нему пришел еще один человек и задал ему тот же самый вопрос, на что он ему ответил, что убийство — это настолько страшный грех, который не может быть прощен и не может быть искуплен. И тогда сподвижники спросили, почему он один и тот же вопрос дал разный ответ, и он ответил, что в первом случае человек уже убил и в этом раскаялся, а в втором случае он только хотел убить. И спрашивал уже о последствиях. Это пример такой поучительной истории. И значительный пласт исламского богословия как раз базируется на этих хадисах. Но здесь же коренится и проблема одна, поскольку у хадиса должно быть происхождение достоверное, так называемый иснад. И если это происхождение недоверно, одни мусульмане могут этот хадис признавать и использовать как руководство к действию, а другие считать его ложным. И на этой базе многие дискуссии возникают, в частности вот среди ваххабитами и их оппонентами. Так что, если есть желание побольше узнать об исламе, конечно, лучше читать хадисы и толкование на Коран. К вопросу о языке, на котором написан Коран. Любому переводчику очевидно, что точный перевод стихотворных текстов невозможен по определению. Получается, что для понимания священных текстов требуется глубокое знание арабского языка. Должен ли каждый мусульманин знать арабский язык? Да, мусульманин должен знать арабский язык, причем арабский язык не тот, на котором сейчас говорят в Египте, например, или в Ордане, а литературный арабский язык, который где-то вот как церковно-славянский от русского отличается от языков современных. Вообще, это признак образованности мусульманина, что наиболее образованные люди могут как раз между собой, даже если у них диалекты изначально разные, говорить на литературу на арабском языке. Вот когда-то, как раньше говорили на греческом или на латыни, и в Европе, и в России, это считалось просто естественным путем, что учили языки. Для мусульман это язык, это вопрос принципиальный. Если Библия была написана на нескольких языках, и понятия как сакрального языка христианства его нет, есть, конечно, несколько языков, которые важно знать, желательно знать, но, в принципе, и на русском языке Библия изложена совершенно корректно и без искажений. В случае ислама сакральный язык — это арабский, литературный арабский язык, и любой человек, который хочет стать имамом или просто человеком, разбирающимся в исламе, должен арабский язык изучить. И проблема, в частности, российских мусульман в том, что это упускается важнейшая вещь, что пытаются заменить познание в арабском какими-то переводами на русский язык. Можно привести известную историю, как у нас такая переводчица Корана Валерия Порохова перевела Коран с английского на русский, а потом этот Коран перевели с русского на кабардинский. То, что в итоге получилось, с трудом уже опознавалось, как Коран. То есть при каждом переводе значительная часть смысла просто терялась. Это сложная весьма наука и толкование Корана, и вообще арабская филология. Люди действительно годами, если не десятилетиями, этим занимаются. Каждое слово может иметь несколько десятков значений. Надо каждый знак, каждую огласовку четко представлять, почему она там стоит и для чего она нужна. Все это очень сложная наука. И далеко не все люди сейчас считают нужным для себя ей заниматься. Полагаю, что ислам это настолько простая религия, что из пары брошюр можно подчеркнуть все необходимые знания. Ну, так это категорически в действительности не соответствует. К вопросу о толковании. Совершенно очевидно, что ни в каком тексте не содержится истолкование. Толкуют тексты люди в меру своего образования, понимания и разумения. Внутри ислама кто имеет право толковать Коран? Кто этим занимается? И что в итоге считается за правильное и неправильное? К сожалению, толковать имеют право все. Все Коран толкуют. А большей популярностью пользуется тот, у кого больше средств для распространения или бесплатной раздачи своих текстов. Пока у нас, к сожалению, ваххабиты стоят на первых позициях, поскольку их книги наводнили весь исламский мир, включая Россию. То есть их толкование Корана, их понимание ислама сейчас становится доминирующим. Только потому, что у них значительно больше денег и желания этим заниматься. То есть, конечно, их переводы и их толкование, ну просто, не говоря уже о богословской ценности, они просто некачественны сами по себе. Но качественные переводы и дорого стоят, и не настолько интересно их переводить, например, на русский или на другие языки. Поэтому, в общем-то, у нас такой ширпотреб сейчас в исламской мире имеет место быть. Конечно, есть признанные центры исламской мысли. Это университет Алясхар в Каире, это исламские университеты Сирии и Ордании. Конечно, если есть такая возможность, лучше книги или изданные там, или одобренные там покупать. Но в России с этим большая проблема. У нас значительная часть мусульманской литературы имеет не только ваххабитские, ну и если так посмотреть на решения наших органов судебных, еще и экстремистский характер. То есть на русском языке практически невозможно найти нормальных книг. Хотя надо заметить, что ряд организаций переводят. Тафсиры, управление мусульман Кавказа, издало толкование Корана, востоковеды многие этим занимаются. Но все это стоит очень дорого, и, скажем так, в свободной продаже не встречается. Поэтому это проблема найти нормальную литературу по исламу. Переходя к затронутой теме ваххабизма. Что такое ваххабизм? Где он возник? Как развивался? И как такое получилось, что он дошел до России? Ваххабизм, скажем, сейчас во многом стал такой страшилкой об исламе. Ну, на это и есть основания. Течение это появилось в 18 веке в Саудовской Аравии. Основал его такой богослов и проповедник Мухаммад Абдаль-Ваххаб. И течение назвали в честь его отца. Ваххаб переводится с арабского как «щедрый». То есть это одно из имен Аллаха и само по себе не несет в себя отрицательной оценки. Но мухаммедизмом, естественно, течение было назвать сугубо некорректно. Поэтому это по отчеству своего основателя оно было названо. Ваххабизм призывал вернуть ислам к его первоначальной чистоте. Дело в том, что для ислама принципиальнейший вопрос сохранить свою религию в том виде, которая была во времена праведных халифов, во времена первых лет появления. То есть, как я уже говорил, до конца света никаких корректировок священного писания и монотеистической религии больше не будет, поэтому любой ценой надо сохранить ее неповрежденно. Вот Мухаммед Абдель-Ваххаб заявил, что повреждения все-таки были за это время, их надо срочно исправлять. Самоназвание ваххабитов — это салафиты. От слова «салаф» — предок или «праведный предок». Также они себя называют еще последователями «саф-ислама» или «чистого ислама». Мух-муахидунами, единобожниками. В общем, названий у них довольно много, около двух десятков. Их также называют «пуританами» ислама, поскольку они действительно чем-то похожи на протестантскую секту «пуритан», которая массово людей резала в свое время на территории современной Великобритании. Но в целом ваххабиты первыми, наверное, среди таких известных мусульманских течений предложили тех мусульман, которые с ними не согласны, мусульманами не считать и уничтожать как неверных. То есть такая была идеология такфира, то есть отлучения от ислама, объявления человека неверным. Именно из-за этого значительная часть проблем и была, и возникла. Ну, в первую очередь ваххабиты, конечно, уничтожали шиитов. Священные шиитские города Кирбилай и Наджав были разграблены и разгромлены ваххабитами. Раньше никто не мог помыслить, чтобы мусульмане-сунниты напали на шиитские святые места, на мечети, на усыпальницы, объявив их языческими пережитками. Ну вот ваххабиты это сделали. Они убивали мусульман в больших количествах и продолжают делать это до сих пор. У них, в общем-то, идеология очень простая. Кто не с нами, тот против нас. Любой, кто не согласен с нашей идеологией, будь то мусульманин, христианин или иудей, должны быть уничтожены. То есть проповедуется так, что вот этих людей, которые, судя по всему, и не люди вовсе, следует убить. Убивая этих людей, ваххабиты делают некое благо для этих людей или делают благо для себя, ваххабитов? Они делают благо в основном для себя, поскольку отношение к неверным... Дело в том, что изначально в исламе, скажем так, в традиционном исламе, немусульмане делятся на две категории. Это неверные и люди-книги. К людям книги относятся христиане, иудеи и последователи такой религии, как мандеизм. Она сейчас хранилась в аракских болотах, внизу их тигра и фрата. Их совсем мало, поэтому их редко упоминают. В основном это иудеи и христиане, которые тоже верят в единого Бога, но верят в него с искажениями, поэтому к ним надо все-таки относиться уважительно и не обращать их на сильный ислам, и не вести с ними войн, в том случае, если они сами себя ведут мир. Все остальные, к которым относятся язычники и атеисты, считаются кяфирами, они же геуры, у нас часто такая турецкая форма этого слова распространена, то есть неверными. Неверные в подавляющем большинстве случаев проявляют агрессию по отношению к мусульманам, так или иначе. Нередко только с фактом своего существования. Поэтому в отношении них возможны более чем агрессивные меры. То есть долг каждого мусульмана набороться с куфром, с неверием. Эту хаббиты первыми стали называть неверными и иудеев, и христиан, что само собой, и других мусульман, в частности, шиитов. То есть вот, на мой взгляд, именно от ваххабитов пошла та идея, что шииты — это не мусульмане, поэтому убивать их можно. Кровь шиита является халяль, то есть допустимым для мусульманина и разрешенным их имущество. Исламский мир, конечно, серьезные потрясения от этого пережил, и до сих пор продолжает их переживать. Ваххабизм, конечно, не монолитен, он на несколько направлений делится. Эти направления колеблются от относительно умеренных, которые все-таки не призывают к немедленной агрессии, до террористических организаций. Та же Аль-Каида имеет, в общем-то, ваххабитскую подоплеку под собой. А где расположен очаг мирового ваххабизма? Ну, очаг ваххабизма — это государство Саудовской Аравии, где ваххабизм зародился. Основатель династии саудидов как раз и был приведен к власти вот этим самым Мухаммедом Абдель-Ваххабом. Поэтому такой симбиоз между этой формой ислама и правящей династией уже более 200 лет имеет место быть. Но впоследствии это распространилось на другие страны, на Кувейт, на Объединенные Арабские Эмираты, на Катар, на Бахрей, на Судан, на Афганистан. Ну, в общем-то, и в России ваххабиты появились далеко. В общем, не вчера, и в царский период отмечались общины. Например, была такая в Казани община. Ваисовцев, откровенно ваххабитская. А в советское время, в 30-е годы, у нас ваххабизм считался очень прогрессивным исламским течением. Ваххабиты действительно боролись с турецким империализмом, боролись довольно успешно. Но, правда, они в основном с исламским наследием боролись. Они, в общем-то, хотели уничтожить святые места в Мекке и Медине, и уничтожили, например, могилу матери порока Мухаммеда. А то, что от уничтожения Кааб спасло только вмешательство атеиста Кемали Ататюрка, как это непарадоксально выглядит. То есть только его угрозой немедленно устроить зачистку всей Саудовской Аравии спас главные мусульманские святыни от уничтожения. Поэтому ваххабиты, люди, они хоть и разные, но в целом довольно-таки немирные. И диалога с ними как-то особо не получается. А как так получается, что в России, где эти самые ваххабиты в настоящее время активно действуют, к примеру, существовал государственный запрет на продажу книг националистического толка типа «Майнкампф» Адольфа Гитлера. На книжных рынках висели специальные правительственные распоряжения. Вот мне как-то ни разу не довелось видеть там книги ваххабитского толка. И это после того, как отгремело две войны на Кавказе и угробили массу народа. Идет яростная борьба с антисемитизмом. А вот про ваххабизм – молчок. Как такое получается? Ну, это получалось из-за того, что ваххабиты грамотно работали в Новой России. И те экспертизы, которые заказывали с целью запретить их литературу, попадали к их же сторонникам, которые писали в экспертизах, что это самое мирное и доброе течение ислама. И с ним были солидарны многие муфти. Вот муфти Равиль Гайнудин, который себя главной муфтию мусульман России называет, неоднократно ваххабизм называл самым мирным и, скажем так, умеренным течением в исламе. Но, естественно, что после таких заявлений вопрос снимался с повестки дня. И только в последние несколько лет все-таки пошла волна запретов именно ваххабитской литературы. Сейчас несколько десятков наименований этой литературы считаются экстремистскими материалами. В общем-то, все эти книги изданы были или в Саудовской Аравии, или в Кувейте, либо написаны авторами, которые оттуда вышли. В книгах много чего было написано. Но самые безобидные, например, были призывы мусульманам, живущим в неисламском государстве, не соблюдать его закон. То есть, в общем, такой был прозрачный намек, что российские мусульманам, российский закон — это не закон, а так. Нечто навязанное им, врагам. И, конечно, ситуация складывается довольно печальная. Да и сейчас, в принципе, весьма проблематично отделить ваххабитов от не-ваххабитов. Они грамотно маскируются, они хорошо знают слабые места своих противников. И могут думать одно, а говорить совсем другое. Но течение-то есть в нашей стране, например, под ваххабитами. Я лично понимаю всех тех мусульман, которые не могут мирно жить с не-мусульманами. То есть, мы все-таки имеем опыт многовекового мирного сосуществования с мусульманами. Если приходят люди и говорят, что все это было неправильно, и христиан надо резать, и евреев надо резать, и буддистов надо резать, то такие люди как раз, вольно или невольно, выражают точку зрения ваххабитов, которые действительно считают для себя невозможным жить рядом с христианами. Например, в Саудовской Аравии даже нательный крест нельзя вводить в страну, не говоря уже о Евангелии, об иконах. Если вы нарядите там пальму на Рождество, у вас могут быть большие проблемы с местной религиозной полицией. Это считается оскорблением ислам, вот рождественская елка даже. И ни одного христианского храма в Саудовской Аравии нет, а на территорию Мекки и Медины в принципе не мусульманам нельзя проходить. И это правило, кстати, было придумано отнюдь не в первые века ислама, придумано оно было уже в позднейшее время, именно ваххабитами. Сразу возникает вопрос. Вот такое интересное государство, где под запретом нательные кресты, где ограничена свобода передвижения на территории страны для иноверцев. И вдруг оказывается, что данная страна, фактически являющаяся центром экстремизма, самый лучший друг, самой главной демократии на планете Земля, Соединенных Штатов Америки. Как это светоч демократии дружит вот с такими гражданами? Тут есть несколько версий. Например, если почитать книги традиционных мусульман, у них очень популярна версия, что ваххабизм был придуман английским разведчиком Лоренсом Аравийским с целью поставить на службу элиты вот этих вот арабских стран. Если эта теория верна, конечно, доказательств тому мало, и вряд ли архивы МИ-6 нам дадут на этот счет изучить, то вырисовывается очень красивая действительно ситуация, что англичане, а потом американцы создали такую пятую колонну в исламском мире, которая всячески их поддерживает, которая враждебна их врагам, например, является противовесом тому же Ирану, но и при этом исповедует весьма жесткое направление ислама. Другое дело, что это направление ислама неконтролируемо. Ваххабиты не имеют единого руководства. Они разделены, как я уже говорил, на несколько группировок, одни из которых полагают возможным дружить с американцами и англичанами, другие считают, что надо захватить самолет и протаранить их небоскребы. Это будет более правильным шагом. Поэтому сейчас у нас теракты, как известно, и в Великобритании происходят, и в США, и вообще непонятно, что и как. То есть, с одной стороны, правящие элиты Саудовской Аравии и Кувейта на стороне американцев, с другой стороны, немалая часть населения этих стран категорически против и с удовольствием жертвует деньги тому же Бен Ладону, который, кстати, тоже относится к саудовской элите. Все-таки миллиардер из хорошей семьи, с отличным образованием. Вот он так вот понимает эту религию. Поэтому, на самом деле, контроль над ваххабизмом был потерян, как и был потерян контроль свое время над Талибаном, когда вот эти все афганские движения исламистские создавались для борьбы с Советским Союзом. Они выполнили свою задачу, но впоследствии обнаружилось, что американцы-то их не контролируют, и они повернули оружие против самих же американцев. Я не исключаю, что они действительно были созданы ЦРУ или другими спецслужбами, но сейчас их явно ЦРУ не контролирует. Вот, казалось бы, нет общего руководства, нет общей идеи. А как так получается, что большинство нынешних терактов, начиная с тарана небоскребов и заканчивая взрывами поездов и автобусов, совершают мусульмане? Ну, точнее, люди, которые себя называют мусульманами. Хотя, на самом деле, меня неоднократно задавался вопросом, не только я, можно ли отделить террористов от мусульман добропорядочных. И каждый раз следовал ответ, что невозможно. Невозможно провести вот этой грани. Нельзя сказать, что террорист, совершивший теракт, перестает быть мусульманином. Это очень спорный вопрос. У нас вот часто говорится, что террористы не имеют национальности и вероисповедания. Надо сказать, что это неплохая фраза, которая позволяет все-таки профилактировать столкновения на межнациональной и на межлегиозной почве. Но если ее повторять слишком часто, смысл ее во многом теряется. И возникает вопрос, кто лишает террористов национальности и вероисповедания. Есть ли механизмы лишения их национальности и вероисповедания? К сожалению, объективных механизмов нет. Любой человек, который верит, что нет божества, кроме единого Бога, и Мухаммед посланник его, это мусульманин. Что такое теракты? Но ведь они тоже по-разному толкуются. Надо сказать, что эти люди не просто какие-то маньяки. У них есть своя логика в этом. Я просто поясню на примере. Конечно, любое направление ислама не поощряет убийство гражданского населения, людей, непричастных к каким-то преступлениям. Но одно дело, когда бой идет в чистом поле или в пустыне, когда понятно, кто комбатант, кто нон-комбатант. Другое дело, когда ты нападаешь ночью на вражеский город. Когда на тебя кто-то выбегает из-за угла, ты сначала рубишь мечом, а потом уже смотришь, кто это был. Вполне может быть, и ребенок, и женщина. И третий вариант, когда ты осаждаешь этот город с использованием требушетов, которые стреляли, но, мягко говоря, не как снайперские винтовки. Метнул камень в башню, промахнулся на пару метров, попал в дом, убил женщин и детей. Вот в этом случае возникает вопрос, ты виновен смерти женщины и детей? Нет, не виновен. Поскольку главное, какое было у тебя намерение, не яд. Если у тебя было намерение побеждать врагов, не причиняя вреда гражданскому населению, греха этого на тебе нет. Просто поясню логику тех террористов, которые захватили школу в Беслане. Как они говорили? Мы хотим не детей убить и не детям зло причинить. Мы хотим остановить войну в Чечне, где тоже гибнут люди, в том числе и дети. Поэтому если Путин выполнит наши требования, мы отпустим детей и уйдем. Если нас будут штурмовать и дети погибнут, мы в этом не виноваты.